Меня зовут Антон Тротов, мне 44 года, я путешественник, путешествую по разным странам мира уже 30 лет, по России, СНГ, Евразии, Африке, Америке, пишу разные книги о своих путешествиях и иногда выступаю с разными лекциями, рассказывающими о своих перемещениях. В этот раз я расскажу о своем свежем путешествии по Африке и не только расскажу, но и покажу фотографии, покажу не только фотографии, но и живого человека, который побывал в разных странах Африки, это Алексей Кулешов. Здесь присутствует также второй образец человека, посетивший страны Африки, это Алексей Кулешов, он будет тоже населению предъявлен. Про Африку сначала я скажу в целом. Африка очень приятный для меня материк. Первый раз я побывал в Африке больше, чем 20 лет назад, в 99 году, когда я и еще целая тусовка друзей, мы поехали автостопом в Африку из Москвы через Воронеж, через Ростов, через Грузию, Турцию, Сирию, Иордания, Египет, Судан. И когда мы приехали в Судан, про который мы до этого ничего не знали, нам про этот Судан говорили только всякую ложь, люди, которые никогда в Африке не были и слышали только рассказы этого про в Африке гориллы, бармалеи, злые крокодилы, не ходить, дети, в Африку гулять. В общем, нам говорили всякие глупости про этот Судан, что там нас кастрируют, арестуют, кожу снимут, заставят ее есть и прочие глупости. Нам говорили про Судан, мы приехали в Судан, и казалось, это удивительная, очень добрая страна с очень классными людьми. То есть мы путешествовали по Судану, нас было пятеро, и нас постоянно звали в гости, подвозили, угощали. Все было очень здорово, но очень медленно, потому что проблемы были с транспортными средствами, чтобы все происходило не вовремя. Мы вместе путешествовали по Судану тогда, старались уплыть оттуда в Йемен, из Судана, в Йемене уплыли и покатились автостопом обратно домой через Анту, через Анголу, через Египет, Иорданию, Сирию, Турцию, Болгарию, Румынию, Москву. Оказалось крайне интересное путешествие. Я потом написал об этом книгу, такая называется книга «Автостопом в Судан». Было такое первое открытие Африки. И в 2000 году я уже организовал путешествие, маршрут которого прошел уже практически через весь африканский континент по диагонали. То есть я и целая куча друзей, суммарно нас 8 человек пересекли Африку, поехали автостопом через 18 стран. Африканский континент был июль 2000 года. Из Москвы через Калугу, через Брянск, через Киев, через Болгарию, Румынию, Болгарию, Турцию, Сирию, Биорданию, Египет, Судан. Мы поехали дальше на Экиропию, Кению, Танзанию, Замбию, Ботсвану, Намибию. И встречали Новый год, 1 января 2001 года, встречали на так называемом берегу скелетов. Это юго-запад Африки в Намибии. И пока мы ехали через всю Африку, оказалось, что все методы путешествия, которые работают в нашей стране, также работают и в другой части света, даже по другую сторону экватора. Также неизвестные заранее люди подвозили нас на попутных машинах в Ботсване и Анголе. Также нас приглашали в гости в Намибии, в Кении и в Замбии. Также люди оказались людьми в Эфиопии и в Танзании. Но, конечно, как и здесь, вредными людьми в Африке оказались милиционеры, бюрократы и чиновники. То есть весь мир оказался примерно таким же, как и тут, оказался и там же. Единственное, в Африке было немножко более жарко и немножко более все медленно. Было очень интересное путешествие по Африке. Я про него тоже написал книгу. Она называется «200 дней на юг», о котором мы всю Африку пересекли автостопом. И потом было много других интересных путешествий по Африке, по той же. Я поехал с Ильей Левожевым в Сомали, но с Сомали нас выгнали. Это был 2003 год, тоже тем же маршрутом, через Судан, Эфиопию. Потом был интересный у нас случай. Я, Демид Манышев, мой лучший друг, и Екатерина Боярова. Мы втроем ездили, залетели уже на самолете. Не стали по пятому разу двигаться автостопом. Мы залетели в Найроби, поехали Кения, Уганда, Руанда, Бурунди, Танзания, потом Каморские острова. И полетели на Мадагаскар, жили на Мадагаскаре два с половиной месяца. И это тоже оказалось интересно. Потом был такой проект интересный. Алексей Кулешов делал дом для всех в Марокко. Мы пожили в Марокко. И потом съездили еще в Мавританию. Это было три года тому назад. Также был проект дом для всех в Египте. И Египет, не только тот Египет, который привыкли видеть всякие шарм-эль-Шеки, хургады, пирамиды, сфинксы. Но Египет такой настоящий, африканский, вы посмотрели. И так суммарно в Африке я провел около двух лет. Не только провел, сидя в каком-то там охраняемом каком-нибудь гестхаусе, как многие международные жулики. Но и так по-настоящему провел около двух лет в Африке. И сейчас, прошлой зимой, как раз направился в Африку еще раз. Было в Африке много разных интересных целей. Было поездка в Западную Африку. Во-первых, у нас была интересная тема. Встречают Новый год. Каждый год Новый мы встречаем в разных местах. Как правило, с интересным коллективом людей. У нас были разные Новые годы. На корабле, идущем там по Индонезии, Сурабая, Джайпура. В поезде Москва-Владивосток. В поезде Москва-Укта, Харьков-Ужгород. На Мадагаскаре был Новый год, на Шри-Ланке, в Мексике, на одной из высочайших гор и так далее. И сейчас у нас был план провести Новый год в далеком поселке Сахаре. Поселок называется Уадан. Он находится в Глухомании, Мавритании. На этот Новый год было приглашено некоторое количество народу. И потом проехать по странам Западной Африки, в которых мало кто бывает. Про Западную Африку люди знают меньше, чем про Восточную. Во-первых, она дальше, чем Восточная Африка. Во-вторых, она дороже, немножечко беднее и глухоманнее. Ну и все-таки, конечно, ее надо было посетить. И мы думали, заедем, докуда получится. Потому что точно в Африке нельзя ничего предсказать. Африканский континент, он такой, что в нем гораздо меньше предсказуемости, чем в Америке, Европе, России или в Юго-Восточнейшей Азии. Если путешествуем по России, Европе, Америке или Китаю, можно каждый день заранее рассчитать. И мы будем сегодня, и мы будем завтра, и мы будем послезавтра или через три месяца. Заранее даже написать каким-то людям, заранее организовать какие-то мероприятия, встречи или хотя бы подведить расписание. То в Африке все зависит от многих непонятных факторов, от появления транспорта, от того, дадут ли визу в какую-нибудь страну или визу в какую-нибудь страну не дадут. Причем с визами действительно такая ерунда, что надо знать, что визы даже пограничники сами не в курсе, нужна виза в некоторой страну или не нужна для российских граждан. Для поездки в Африку нужно иметь запас довольно большой, запас довольно большой страничек в загранпаспорте, чтобы их потом заполонять разными визами. И безвизовые страны в Африке только самые богатые. Самые богатые африканские страны, самые приличные, они безвизовые. Безвизовые Марокко, безвизовая ЮАР, Намибия, Ботсвана, безвизовый Тунис. То есть, дальше страны как бы второго такого ряда, которые победнее, они ставят визу на границы. Это Мавритания, это Кения, Танзания, Уганда. А страны, которые самые днищие представляют собой, они ставят визы только в посольстве. Чем страна более днищенская, тем больше хлопот связано с этим. То есть, например, Судан требует целый месяц, Мурыжи, ты ждешь визу целый месяц этого Судана. Причем каждый раз ты приходишь, они тебе говорят, до скорых, через пару дней приходите, иншаллах, в Украине, завтра, если бог даст, виза появится. И потом через неделю приходишь, опять виза еще не пришла. Потом, оказывается, еще твой запрос, что они послали в Харту, опять приходишь. И так проходит довольно долгое время, пока ты, наконец, не получаешь эту визу. Или, наконец, даже можешь не получить, потому что может что-то задинамиться. Такой же и с другими странами. Чем страна более днищная, тем сложнее с этой визой. Самые сложные визы как раз принадлежат самым волшебным странам мира. Это вот как раз Чад, Южный Судан, Конго-Заир и Центральная Африканская Республика. В эти страны получить визу сложнее всего. Но и то, даже если визу получишь, то ничего это не гарантирует. То есть у меня есть и визы еще дороже в эти самые смешные страны. Например, с такой знакомый Алексей Котельников. Он долго добывал визу Конго-Заира, получил за 400 долларов. Только переехал на пароль в Кеншас, тут же менты поймали, арестовали. Мы расстреливши в машине рюкзаков, винили в шпионаж и депортировали обратно в предыдущую страну. То есть за 400 долларов провел 4 часа в ментовке. То есть такая вот получается расходная страна получилась. Так и с другими странами тоже. В этом регионе нужно иметь запас времени, денег и страничек в загранпаспорте. Но поначалу ничего не предвещало неприятностей. Мы заехали в Марокко, чтобы сделать там часть виз. Маршрут у нас был такой. Мы выезжали из Москвы вместе с Алексеем Кулешовым, который здесь расположен. Мы выезжали, поехали из Москвы через Казань, через Волгоград, через Грузию. Заехали еще в Армению. Потом поехали в Турцию. Из Турции поехали в страны Восточной Европы. Поехали в Болгарию, поехали, посетили Македонию, Косово, Албанию, Черногорию, Боснию, Хорватию, Словению, Италию. Посетили Мальту, Тунис. В Тунисе был в это время «Дом для всех». Такой проект был «Дом для всех» в Тунисе. Мы как раз его посетили. Вот делала такая женщина Дина Нина. Из Туниса мы полетели на самолете в Марокко, потому что здесь нельзя проехать по земле. Многие страны Африки между собой в плохих отношениях нельзя проехать между одной страной и другой. И мы оказались, наконец, в Марокко. Это самая первая и достаточно цивилизованная страна Африки. В Марокко я и Алексей Кулешов мы там бывали уже много раз. Ну, как минимум, мы там, получается, когда мы были, жили мы в доме для всех. Потом съездили в Мавританию и потом вернулись обратно. То есть были два раза, немного, два раза. Ну, Марокко, она замечательная страна. Это самый древний марокканский город Фес. Замечательный, с лабиринтом разных улочек, с кучей разных религиозных интересных людей, мечетей. Вот, это марокканские, да, под названием Танжин. Главный продукт экспортный Марокко, это мандарины. И трасса, идущая на юг, там асфальтовая дорога идет на 2000 километров дальше и дальше и дальше. В общем, Марокко, мы по нему рассказывать подробно ничего не будем, потому что это тема отдельной, наверное, уже лекции. И перейдем уже к следующей стране, которая называется Мавритания. Исламская республика Мавритания находится в следующей уже в Африке. Виза ставится на границе. Стоит виза 55 евро, в отличие от Марокко, которая безвизовая, а западная Сахара, она полностью контролируется. Марокко, в этом самому Сахару никакая виза не нужна. Приезжаешь в Мавританию, и поначалу можно подумать, что Мавритания это уже какое-то очень бедное государственное образование. Но это когда едешь сверху, кажется, что в Мавритании плохо. А если поедешь снизу, кажется, что в Мавританию очень даже хорошо. Потому что все зависит от того, с какой стороны приезжаешь. Приезжаешь в Мавританию, и тут же какой-то пыль, овцы, козы жрут какие-то пластиковые пакеты. Какое-то там, приходишь на вписку, там, пришли на вписку в квартиру к человеку, электричество у него нету, то его гель включается, воды нет, нужно как-то искать ту воду ходить. В комнате, где мы жили с Кулешом, жила дохлая мышь сплющенная. Я его подметал, Кулеш, и вымел дохлую мышь из этой комнаты. И все так довольно простовато было, и все было в этом Мавритании так просто. Но это, оказывается, еще было не дно, но было впереди совершенно. Мавритания, она приятная страна тем, что там люди достаточно приятные, честные. Особенно, если они поймут, что вы не клиент, а нормальный человек. Среди вообще африканцев, когда они принимают гостей, есть хорошее разделение между людьми и клиентами. Есть люди друзья, а есть люди клиенты. И можно как раз оказаться, в том числе и в Мавритании, в таком и в другом положении. Например, в прошлом в Мавритании наш друг Андрей Сапунов был в гостях у одного человека. Кто-то был такой к нему сладостный, пошел его повел в музей, содрал с него за вход в музей 8 долларов, тот думал, или 8 евро. Тот думал, так и надо. Еще как-то его обобрал. А потом оказалось, что вход в музей стоит 1 копейку. Я уже приехал к этому мужику. И тот был такой сладкий, меня кормил, поил. Музей, оказалось, стоит 1 копейку, все хорошо. Но оказалось, что дело в чем? Просто пана Сапунова, этот хозяин в Писке, сочел клиентом. И поэтому решил его развести побольше. А Аркуда, наоборот, несся нормально, угощал каким-то верблюжьим мясом, водил куда-то. В общем, нормальный человек. И так далее. Так что, если ты оказываешься, что мы жили в гостях у мужика, который к нам относился нормально, а там у него был какой-то буржуин. Буржуин у него уже, по-моему, швейцарец. И он ему подогнал такси за 50 евро, съездил на какой-то мыс за 50 евро. И тот еще радовался, что так дешево на такси съездил за 50 евро. А такси, наверное, тоже получил одну копейку, а сам этот наш хозяин так вот разбогател неожиданно. Но, значит, в Мавритании, значит, если ты находишься в состоянии друзей, то все нормально. Там нужно знать, что там есть основных несколько достопримечательностей. Первая, главная достопримечательность, конечно, страны, это поезд. Мавритания имеет самый длинный поезд в мире. Он имеет длину 2,5 километра. Он тем более чудотворен, что это последний поезд. После этого, куда в Африке приедешь, больше поездов не будет нигде. Это последний синдром цивилизации. Поезд самый длинный, он 250 грузовых вагонов и один пассажирский. Поезд ходит по этой линии, который нарисован черненьким. Он ходит из порта Нуадибу, как и все в Мавритании. В Мавритании одна из пяти в мире исламских республик. А в таких республиках все происходит не потому что по графику, а потому что по воле Всевышнего Творца. И поэтому поезд тоже идет, иншаллах, если Бог даст, после двух часов дня. Каждый день, иншаллах, после двух, может быть, после трех, может быть, пять, шесть, может быть, вечер, ну, мы убили после захода солнца, но, скорее всего, пойдет сегодня поезд. Такое расписание у поезда. И поэтому люди приходят на вокзал, начиная с двух часов, и там скапливаются ожидания, что, может быть, пойдет поезд. Поезд иногда действительно приходит. Сейчас мы увидим самое главное чудо в Мавритании. Это железнодорожный поезд. Но сначала увидим, как выглядит там мыту. Это самая виза в Мавритании на границе клеится. Город Нуадибул, там уже нет ни воскребов, это рамки Москва-Сити, это уже попроще, тут уже всякие ослы, ишаки, улицы покрываются пылью, всякие, можно увидеть, верблюдные существа встречаются. Мечети, по-моему, очень простые. Эта мечеть простая такая, разные машины разные, еда мавританская вкусная довольно. Я купил себе челму, знаю, что я буду ехать в специальном поезде, поэтому челму купил себе. Это вот мужик, которого мучь была в комнате сушеная. И вот это ведь слева. Я справа, Кулешо, в середине вот этот вот мужик с мучью. Это вот поезд. Самое величайшее чудо в Мавритании, это железнодорожный поезд. Две с половиной сотни вагонов. Он начинается поезд, ты не видишь начало, и конец, не видишь конца. В них везут труду и пассажиров. Но один вагон содержит в себе также и официальный пассажир. То есть пассажиры грузы всякие везут и в товарнике тоже. Каждый вагон товарника несут свои коробки, ящики, скот и себя, и везут бесплатно. А кто за деньги едет в пассажирском вагоне. И потом на вокзале подъезжают такие вот модные таксисты и забирают грузы из этого поезда. Это пассажирский вагон. Пассажирский вагон, он простоват немножко. Это внутренность вагона. Там немножко простоватые такие купе. Там нету, конечно, лампочек, электричество, воды, туалета. Это не продают рекламу, это лутерея российских железных дорог. Такой билет. А билет стоит любую цену. Хоть один километр едешь, хоть тысячу километров. Одно и та же стоимость. И это вагон товарный. В товарном вагоне удобно едешь, спокойно, ничего страшного. Только пыли много, поэтому я одевал мне очки, и вот эту челму, и все в песке было из-за этого. Вот так выглядит этот вагон. Значит, особенности из гриб в пассажирском вагоне следующие. То есть он цепляет с 251-го вагона ко всему этому составу. Поезд несколько не взаимосвязан друг с другом. То есть сначала, скажем, например, едет машинист, значит, нажимает газ. Он начинает двигаться локомотив. Бывает даже 4 локомотива сразу, потому что очень длинный поезд. Локомотив начинает ехать. За ним начинает трогать первый вагон, второй вагон, третий вагон, сотый вагон, двухсотый вагон. Наконец уже локомотив же фигач, что скорость 10 км в час, а этот вагон все еще стоит. Наконец он бух, двигается, шагет, дернет, тоже бежит за всеми остальными вагонами. В это время все пассажиры падают друг на друга. Потом неожиданно машинист думает, пора притормозить. Нажимает тормоз, он притормозит, за ним тормозит, в него врезается первый вагон, второй, первый вагон, десятый, сотый, двухсотый вагон с таким грохотом. И через пару секунд уже весь поезд стоит, только этот вагон так уедет, шпок, 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 и ба-бах! Он врезается во всю эту конструкцию из 250 вагонов, и пассажиры падают в другую сторону. Это происходит за ночь много раз. При том, что так и непонятно, когда происходит, потому что света нет в вагоне, освещения нет, еще пыль ходит сквозь этот вагон, ходит постоянная пыль и ветер из пустыни, так что пассажиры не всегда понятно, на сколько обоснованно платить 250, тут я 6 евро за проезд, но для удовольствия можно. Я в прошлый раз проехал в пассажирском вагоне, а в этот раз поехал в товарнике. И у нас тоже, у нас было 10 человек, там кто-то поехал в товарнике, кто-то в пассажирском вагоне поехал. И местные жители тоже здесь пополам. Кто-то цивилы едут в этом вагоне, а кто нет, нет. Вот так, смотрите, видите, в вагонах едут люди какие-то. И это вот зайцы, это я. Мешки это не мои, это мешки пассажиров. И вот, видите, навстречу тоже едет поезд грузовой, ельц высовывается с грузами тоже. Они на руду положили, вайт на руде какие-то овцы едут тоже, какие-то верблюды, они это все запихивают и везут. Вот такая вот пустыня, это пустыня Сахара. Потом мы приехали в город под названием Шум. И все начали, все из этих товарных погодов свое барахло выгружают поскорее. Ну и мы тоже влезаем, и потом едем в городок под названием Атар. Приезжаем в город Атар, и так выглядит пустыня Сахара, которая нас окружает. Окружает пустыня Сахара, вписываемся мужика по имени Мухаммед, по-моему. И потом, значит, в городе Атар мы изучаем этот город и ждем уже, как оттуда уехать в наши недра Сахары, в поселок, который называется Уадан. Особенность уезда в поселок Уадан в том, что туда не ходит автобус, самолет, вертолет. Туда надо искать какую-нибудь машину, которая идет туда. И они обычно коррупционные, платные. То есть автостоп туда может занять очень долгое время, машин мало. И нам подогнали машину, только единственное, что машина была уже забита каким-то барахлом. И мы туда уехали, в этот город под названием Уадан. И я сейчас о нем тоже несколько слов скажу. Город Уадан находится, можно сказать, в Сахаре. Ну, не только, скажем, действительно, он в Сахаре находится. Раньше этот город процветал. Вообще Уадан похож на Москву. У него есть следующее сходство. Уадан, как и Москва, был основан в 1147 году. То есть не основан первого упоминания в летописях, и Москвы, и Уадан относятся к 1147 году. Так, что здесь Кремль. На этом сходство заканчивается. Москва, когда-то Уадан процветал. Был выдающийся город. Не только Уадан. Процветало городов 30. Они какие были? Шингети, Уадан, Дженни в Мали, Тамбукту, Агадец в Нигере. Через эти все города 800 лет назад шел караванный путь с Мали. Мали была богатейшая страна в мире, ну, если по золоту смотреть. И туда дальше, на Ближний Восток, на Индию, на Китай. Огромные караваны, в которых были по 1000 верблюдов, везли всякое золотишко, и всякое барахло, везли туда, в Египет, потом в Индию, в Китай. Все это перевозилось на верблюдах по-всякому. И обратно шли специи, пряности и так далее. То есть работал путь в этих оазисах. Все эти верблюда сидели, жрали траву. Травы было больше. Была раньше Сахара более зеленая. Жрали траву, набирали воду, там всякие бурдюки, торговали, обменивались друг с другом всяким золотишком, пряностями и так далее. Вовсе не обязательно, чтобы один купец ехал до Китая с Мали. То есть они менялись, конечно. То есть не было такого, что один купец сел в Мали, через три года в Китай приехал, а потом брат. И он мог бы грохнуть за это. Поэтому каждый обслуживал свой участок. И вот такие вот эти караванные городки и были пунктами заправки, переприцепки этих верблюдов и так далее. Мали, я уже сказал, было богатейшим государством мира когда-то. А король Мали был круче, чем Трамп и Путин вместе взятые. Но прошло некоторое время. Прошло примерно несколько столетий и произошли несчастья. Во-первых, вода стала кончаться в Сахаре. Куда-то стала вода усыхать. Все ниже и ниже стала вода. И все эти поселки с этими колодцами, колодцы стали обезвоживаться. Поэтому стало меньше травы, верблюдов кормить стало гораздо труднее. И второе, гнусные проклятые европейцы изобрели морской путь вокруг Африки. Первым это сделал открытие такой мужик по имени Васта-де-Гама. В 1490-е годы он разработал морской путь вокруг Африки, вот туда вот на Индию. И европейцы начали возить все эти пряности с Индией вот так вокруг Африки. А вот этот вот транзитный путь захерел. И в результате, значит, первый удар был уменьшение воды. Второе, морские пути, а потом еще колонизаторы появились. И полностью все это захерело. Вся эта система перевозки. И потом еще придумали разные фуры. Ну, вообще верблюда не нужны уже. Поэтому Уадан загнил. Так загнили все эти города. И там живет всего 3000 человек сейчас в этом городе. Половина закрыта. Заброшка. Заброшка очень красивая. И по ней лазили, смотрели эту заброшенную сущность города. Там есть какие-то еще остались. Пальмы какие-то еще есть. Колодцы не очень много. Ну, вот такие огромные количество стен. Улицы такие древние содержатся в городе. То есть, видите, такой город был немаленький. Солидный был город для Мавритании. Наверное, один из крупнейших. Рядом еще этот город. Есть Шингетти. Еще один город, который тоже. Такие старые двери, которым сто... Столетия, много столетий. Сейчас таких толстых деревьев уже не найти. Кладбище Мавритании. Мавритания классическая мусульманская страна. Там нет каких-то мавзолеев, каких-то идолов на кладбище. Все сделано просто. Помер человек, камушек положили, все нормально. Не усложняют дело. Это вот типичное мавританское кладбище. Заправка. И там есть и магазинчики, мечеть действующие, там есть и магазинчики. В принципе, в Уадане есть практически все, что необходимо. Человек только в таком маленьком зачатушном состоянии. Можно по нему лазить. Это вот Кулюшов прячется. Можно по нему лазить, разглядывать такие развалины. По развалинам, как ни странно, бегает какой-то билетер, который пытается 100 рублей задраться посещение развалин. Но он не был нами профинансирован. То есть здоровый был город вообще очень большой. Если посмотреть на 12 век, это же древний. Вот так мы смотрели у Адан, потом мы с него уже стали собираться обратно. Делать больше двух дней там нечего. Поехали уже автостопом. Автостоп тоже там обратно коррупционный, но уже в два раза дешевле, чем туда. И смешно там, дороги-то плохие. Поймали, взяли машину, поймали, поехали, он сломал колесо, лукало колесо, он поменял на запаску. Едем еще 50 км, опять топается другое уже колесо. Он, как ни странно, опять достает вторую запаску, у меня второе колесо. Едем еще 50 км, меня лопается третье колесо. Он думает, ну где третья запаска, неужели будет? Он достал эту камеру, заклеивает каким-то специальным скотчем и клеем. Едем дальше, перед самым городом Атар четвертое колесо лопнуло. Так что так себе этой дороги, вот это такая дорога в пустыне. И мы постепенно приближаемся в город Атар. Это такая пустынная мечеть. Пустынная мечеть, всякие верблюды. И мы приезжаем наверное бывали в разных мировых столицах. В Париже, в Берлине, в Москве, в Нью-Йорке. В общем, Нуакшот это немножко другое. Нуакшот, он немножко попроще. Он не входит в 100 топовых мировых столиц. Проблемы там, как правило, с водой, как везде в Мавритании. Дело в том, что в Мавритании страна, в которой нет ни одной реки. И там территория миллион квадратных километров, то есть полторы Украины. А реки нет ни одной. Единственная река на границе с Сенегалом. Ну не повезло с реками. И вода там, вот даже в столицу, она качается трубой с сенегальской границы. Поэтому многие люди не имеют водопровода. И к ним воду привозят бочками. Вот такими бочками за денежку. За примерно за пол евро тебе привезут бочку воды. И ты будешь ей мыться сколько захочешь. Вот такие. Они тоже покупают воду, эти водовозы, на водонапорных станциях, где им заправляют эту воду на Ишаках. То есть ты можешь, не знаю, есть там Яндекс.Вода. У нас есть Яндекс.Еда. А если Яндекс.Вода говорит, там Яндекс.Оп, закажите бочку с водой, в буржу телефон нажал, привезли с Ишаком. И там еще ближайшего Ишака ищем с водой. Сейчас ближайший Ишак нашелся, отлично, сейчас пойдет заправляться. Не знаю, есть у них такой сервис или нет. Но Ишаки доставляют воду всем гражданам, которых не имеет водопровода. Есть такие здания, есть маленькие, большие. Жили мы несколько дней в Нуакшоте. И потом поехали дальше на юг. И пока мы поехали дальше на юг, мы приехали в страну под названием Сенегал. Граница с Сенегалом не очень приятный, город Росса. И у нас была заранее виза Сенегала. Дело в том, что Сенегал такая страна особенная, что сами сенегальцы не знают, нужна виза для россиян или не нужна. Это такая же фигня и в Гвинеи, в Гамбии происходит. Такая же интересная ерунда, что если приезжаешь на границу Сенегала, то некоторые пограничники думают, что виза русским нужна, некоторые думают, что виза русским не нужна. А некоторые не знают. Поэтому могут пустить, могут не пустить, могут помурыжить. Например, в прошлый раз интересные свойства испытал А. Кулешов, когда в прошлый раз пытался проникнуть в Сенегал. Леша, расскажи, что было в прошлый раз. Западная Африка был первый раз. Три года назад был в Западной Африке. Мы заезжали не с этой границы со стороны Мали, заезжать в Сенегал пытались. Многие в этот год проехали без визы россияне, а у нас это сделать не получилось. Мы приехали на границу с Сенегалом, нам сначала пограничник поставил въездные штампы. Подумав, что Россия это Евросоюз, мы решили его не разочаровывать в этих сведениях. Но потом, когда мы уже выходили с погранпоста, он вспомнил, что все-таки Россия это не Евросоюз и сказал, что нам нужна виза. Хотя вроде бы в интернете везде написано, что она не нужна. В общем, несколько часов мы провели на границе, в итоге штампы нам аннулировали и сказали ехать обратно в столицу Мали и делать там визу сенегальскую. Что мы, собственно, и сделали. приехали обратно в столицу, но там посмотрели на наши зачеркнутые эти штампы в паспорте, подумали, надо ли мы какие-то нелегалы и в визе нам отказали. Пришлось нам не посетить Сенегал в тот год и улететь обратно домой в Россию. В этом году, когда мы с Антоном уже приехали, это зимой, я думал, ну, сенегальцы точно меня не вспомнят, откуда у них какая-то там компьютерная система или что-нибудь такое. И паспорт у меня уже другой. Я путешествую много, паспорта заканчиваются быстро, поэтому паспорт уже другой у меня был. Получили мы заранее в этот раз визу, хотя тоже кто-то без визы проезжает, кто-то с визы, но лучше перестраховаться. Для россиян она бесплатная, можно в Москве сделать, можно в соседних странах. Приехали на границу, час ждем, два, там у кого-то отпечатки пальцев, мы втроем были еще с одним товарищем, половину из нас сфотографировали, половину из нас наоборот отпечатки сняли, ну, стоим, сидим, ждем, там сенегальцы мимо проходят, мы что-то сидим, сидим, потом через несколько часов пришел мужик, отвез нас уже внутрь в полицейский участок, опять сидим, ждем несколько часов, уже потом все, решили просто, там, не знаю, я спал уже. И через несколько часов выходит пограничник, говорит, типа, ну, двоих из вас мы пропустим, а с третьим, говорит, проблемы. Мы подумали, что проблема у третьего человека, с нами Андрей Зайчиков еще был, что у него проблема, потому что он изменил дату визы. Он когда подавался, он указал, что он будет въезжать там 6 января, а ему поставили 6 февраля в визе, там виза, она такая вот, Антон показывал, она ручкой заполняется эта виза, и вот здесь просто ему 6-й, 0-й, 2-й поставили, а что там, месяц, куда ждать. И он просто ручкой там что-то поменял, сделал, и думали, что это его, забраковали его визу. Так нет, оказалось, ему и Антону выдают паспорта, а мне говорят, по поводу вас, типа, компьютерной системы сообщил, что вас нельзя пускать в страну, мы сейчас будем в столицу звонить, узнавать, в чем дело. Вы, говорит, заезжали когда-нибудь уже в страну? Я говорю, ну да, 3 года назад, типа, заезжал, вот, пытался заехать, но, типа, там, визу не дали. Ну и все, в общем, уже кончился рабочий день, уже с полицейской, граница закрылась, она не круглосуточно работает, все уже разошлись с этой ментовки, уже последний мент спустил флаг страны, ну и все, мы приходим, что нам делать? Ну, говорит, ну, идите в отель, типа, паспорта у нас останутся, ну, они могут идти, а мне, говорит, идите в отель, утром из Дакара позвонят, скажут, что делать, вот, ну, мы такие грустные там собираемся куда-то, вот, и тут, то ли он, действительно, ему из Дакара позвонили, то ли он сам решил, говорит, ладно, говорит, пускаю, короче, ставит мне в въездной штамп, но, говорит, у вас, говорит, это в системе, вы красным, говорит, если, говорит, каждый раз будете заезжать в Сенегал в следующий раз, вас всегда будут это, вот так вот мурыжить, да, поэтому, если что, говорите, чтобы позвонили начальнику погранпоста в Россо, он, типа, это, запомнит тебя, вот, так что, такие сложности бывают иногда с визами, которая, якобы, не нужна, если вы посмотрите где-то там во многих сайтах, даже в тематике в России для россиян, виза в Сенегал не нужна, когда прилетаете на самолете, это действует, когда приезжаете по земле, особенно с какими-то таких особенных стран, они там все особенные, это действует не всегда, лучше делать в общем визу в такие непонятные страны, там всегда. Здесь на картинке видно, что проблемы с визами бывали и раньше, то есть им примерно 4 тысячи лет этим проблемам, то есть уже, может быть, в какой-то визу протягивает, тот его не упущает, так что это на этом континенте проблемы уже 4 тысячи летние. Уехали в Сенегал и поставили уж палатки, потому что уже идти кому-то было поздно, поставили палатки и заночевали впервые на Сенегальской земле. У нас была палатка при себе, тент я не брал, чтобы не таскать лишний вес, потому что Африка довольно сухая. Ну и обычно мы зачевали всегда или в гостях у местных жителей, или же где-нибудь там, или при мечети, или же в школе, или в каком-то учебном заведении, или у врачей в клинике, но палатка всегда хороша, чтобы спастись от комбинатов. Они, есть и павританцы, у них такие серьезные, такие мусульмане, то Сенегальцы тоже мусульмане, но у них самый прикол есть, есть такой шейх, у каждого почти есть свой шейх. То есть, две трети жителей Сенегала являются членами братства какого-либо шейха. Например, шейх Ахмат Бамба или Сиди Ахмед Пиджани. Другие шейхи являются их как бы гуру. И портреты шейхов, они встречаются повсюду. Например, Ахмат Бамба, вот этот мужик такой замотанный, как коронавирус, наверное, он всюду за, вот видите, маску рекламирует, он практически везде, там на каждом втором заборе, в каждой второй лавочке он присутствует. И вот даже дети рисуют этого несчастного Ахмада Бамбу на разных заборах и так далее. Только по общей конструкции можно понять, что это шейх Ахмат Бамба. И бывают те, которые почитают двух шейхов или даже нескольких сразу, такие тоже бывают. У них такое интересное свойство. Еще Сенегал более разноцветный, чем Мавритания. Более такой веселый, озорной, музыкальный, шумный, кричащий. Мавритания более строгая, такая однотонная. А Сенегал более разрисованный, разноцветный. Видите, какой он. И мы сейчас находимся в городе, который самый первый, получается, колониальный город. И после этого мы едем в Дакар. Едем автостопом в Дакар. С города Сен-Луи. Там даже есть кусочек автобана. И въезжаем в Дакар, который является крупным городом, самым западным городом Африки. Пришли на одну вписку топа, ее нашли по кауссерфингу. И там интересно, что на одной вписке оказалось еще два русских. Эти вот борода, еще два советских человека. И самое интересное, что вот она, значит, хозяин вписки, Сенегалец, ее мама. Это Кулешов в Тамья. Это двое еще отцов граждан. И еще мы обнаружили, мы сначала в Мавритании встретились, а теперь здесь в Сенегале. Мужик из Марокко путешествует по Африке вот с такой тетенькой. И вот они тоже ездят. И вот мы их встретили на одной вписке в Ноакшоте. И тут они на этой же вписке в Дакаре оказались. Вот смешнейшее дело. Оказывается, даже классические жители восточных стран тоже иногда путешествуют по этим регионам. Тоже пользуются кауссерфингом. А это больница. Объясняются, какие виды заболеваний возможны и одолевают жителей Сенегала. Действительно, в Африке нужно быть внимательным. В Сенегале возле дальше возможны всякие заболевания нарисованные здесь. Чтобы их не было, нужно пить или воду кипяченую или в пакетиках. Там во всех странах теперь начали продавать воду в пакетиках. Такие пузыри с водой. Они стоят 3 рубля. И если у вас есть 3 рубля, лучше купить воду в пакетике, чем потом эти вот гребятки. Вот так вот выглядеть. Это мечеть такая упрощенного типа. Это большая мечеть. То есть, есть простые мечети такие принорожные. Есть большие. Эта мечеть под названием... Забыл какой. Какой-то... Масали-кул-джинан. Масали-кул-джинан. Большая новая мечеть построили в Сенегале. Она очень новая, красивая. И в отличие от новоританцев, там легче фотографировать. То есть, сенегальцы меньше паникуют, меньше кипишуют, когда будешь их фотографировать. Но все равно, нужно быть внимательным, сфотографированием. То в Африке найдется один или какой-нибудь мужик, который скажет, да, не фоткай меня. И ужасно, меня сфоткали. Это Дакар. Дакар самый западный город Африки. Там есть скульптура, называется Пробуждение Африки. Поскольку Африка начинает пробуждаться и движется все дальше и выше. Вот как они даже заказали в Северной Корее такую скульптуру. Но видно по пейзажу, что Африка пробуждается лишь частично. Не вся еще она пробудилась. Такой здоровый монумент. Это самый западный край Африки. Мы скульптура шел на самом западном мысу Африки. Видно написано ВИП-бич, ВИП-пляж. Ну, и мы находимся на самом западном африканском мысе. И там же, там провели лекцию о путешествиях в Дакаре. Это самая западная моя лекция о путешествиях, потому что нигде дальше на запад я ничего не рассказывал. Не выступал ни в Америке, ни в Мексике. А там вот даже пришли на лекцию и белые люди, и черные тоже. Значит, это вот моя лекция в Дакаре. И дальше, после Дакара, уже я поселил город под названием Туба. Есть такой город под названием Туба, известный уже по картинкам вам. Шейх Афмат Бамба. Он жил в 19 веке, боролся с колониализмом и совсем злом боролся, против всего плохого, за все хорошее. И он завещал своим последователям пить кофе Туба, специально сделал его рецепт и создал специальный святой город. Он его основал и в этом городе там есть особенность. В этом городе никто не пьянствует, запрещается. Никто не курит, тоже запрещается. Все женщины ходят с покрытой головой, но официально все, а реально 99%, 1% все-таки есть не покрытой головой. Женщины ходят с покрытой головой. И еще интересное свойство города Туба, что там нету гостиниц, а гостиниц там нету, потому что все люди должны других людей вписывать, которые приезжают в этот город Туба. По крайней мере, так предполагается, мне так говорили. Фактически проверить наличие гостиниц мне не удалось, потому что я просто для интереса посмотрел, действительно, в центре никаких гостиниц нету, а потом думаю, они должны всех принимать в гости. Особенно там происходит большое паломничество. Раз в год приезжают посмотреть в этот святой город шейха Бамбы. Сам шейх уже умер, понятно, там, сто лет назад. В этот город приезжают, в эту мечеть там несколько сотен тысяч людей и все жители Тубы на радостях их всех вписывают к себе домой. Я приехал не в праздник, а в простой день и тоже немножко побродил по мечети и на выходе с мечеть меня все-таки забрал в гости мужик, который сказал, что он тоже шейх. Ну, шейхи там достаточно распространены, там не то, что один шейх на всю страну, шейхом довольно много. И вообще, при определенном умении можно тоже стать шейхом и тоже поселиться в Сенегальце. Сенегальцы очень гостеприимные, вообще, говорят люди, сенегальцы и мавританцы. Не то, что это личное наблюдение. У меня есть знакомый такой Игорь Фатеев, он Кришнаид и его жена Даша, они приехали 20 лет назад еще в Сенегал, Мавританию, 20 лет назад. И вот они полгода жили в Мавритании, кто-то там приютил у себя, и полгода жили в Сенегале. Все визы просрочили, все, всем было наплевать, и как члены семьи уже стали, никто, хотели, чтобы они не уходили. Потом другой был Шмелев, из Пензы парень. Он тоже по полгода сидел в Мавритании, в Сенегале, играл на дудке, его там как приютили, не хотели отпускать, такой классный, оставаясь у нас жить. И потом меня тоже хотели оставить. Сенегальцы гостифрины, действительно, хорошие, добродушные люди. Эта страна еще не, не самое дно мировой цивилизации, то есть там, как правило, есть электричество, как правило, что-то еще есть. И вот это город Туба. Сейчас мы его осмотрим. Город Туба. Самый главный объект это мечеть. Остальные объекты обычные. Этот мужик меня приютил. Конечно, мужик не знает ни русского, ни английского языка. Я сразу предупреждаю, что люди, которые верят в всемогущество английского языка, в Африке могут довольно отдыхать. Потому что английский язык применяется там только в одной стране. В этой самой Гамбии. А это у нас телеги. Телеги это маршрутки. Они по 5 рублей берут человек и паровоз осуществляют. Это на ишаках, на лошадях и на маршрутках одинаково. Проезд 5 рублей. То есть ты садишься, проехал пятерку, заплатил на переводе на местный день. Пошел дальше. Маршрутные телеги, и маршрутные повозки. Ну и перевозка это воды, арбузов. Это конечные маршруты. Видите, и ишаковые, и обычные маршрутки, и всякие разные. Это вот все город Туба. А следующим был город у меня Каулак. Я попал в город Каулак, и там произошло следующее явление. Я пришел тоже в мечеть, и меня сразу искал, искать начальник стал, и мне говорят к шейху, обратись, там есть шейх, вот этот вот шейх. И, значит, как только шейх меня обнаружил, я сразу полюбил. Подумал, что я тоже будущий шейх. Сразу меня водрузил, стулы меня принесли, понял, что я дед по бомжому, сразу распорядился, мне халат уже такой несут. Все, принесли мне халат, стали кормить, поить, всячески любить. Приходят местные к нам за консультацией, все рады, такие, что шейх еще на одному прибавился. Потом шейх меня к себе потащил домой и решил, обнаружилось, тут оказалось, что в моем шейховом образовании есть один маленький пробел. Оказывается, я не выучил наизусть Коран. Дело в том, что в Мавритании и в Сенегале, особенно в этих вот местах, очень многие люди знают наизусть Коран. Это совершенно нормально, что человек знает наизусть Коран, на языке оригинала, разумеется. Это считается признаком образованного человека. Если человек не знает наизусть Коран, это человек недоучкий, недообразованный. Ну, как-то все-таки надо как букварь хотя бы наизусть Коран выучить. И в Мавритании действительно, это не только шейх, мне говорят, это я уже из многих источников знал, что несколько сотен, тысяч или даже миллион людей знают наизусть Коран. Мужчины, женщины, то есть нормальное дело. У них такое и память хорошая, и телефоны не трут, буржуй фон, не смотрят сериал, все учат Коран наизусть и учат. А я почему-то не выучил. И этот шейх в Мавритании. Как раз, ну, это можно исправить, оставайся у меня будем учить Коран. Очень парень. Говорит, это же долго. Нет, это не долго. У меня один американец за 8 месяцев Коран выучил всего лишь, а ты, наверное, быстрее выучишь. В общем, стали мы учить Коран, но я оказался сам тупым. Из всех учеников шейха ничего не получалось. Сколько ни старался шейх помогать с усвоением Корана, приносили курицу жареную, и кукулу, и чай, и все. Никак Коран не усваивался. Ну, говорит, все равно оставайся. С большим трудом мне пришлось на другой день все-таки сбежать от шейха. Пока шейх где-то читал проповедь, я ускользнул. Пусть он меня простит, потому что он так меня хотел оставить, что я бы еще бы там до сих пор весь коронавирус там сидел, бы учил Харам. Пришлось уйти, даже телефон выключить, потому что он потом, оказывается, мне еще назвали, он хотел меня все-таки вернуть обратно, и от него утек от этого товарища шейха. Пусть у него все будет хорошо, но все же, увы, я оказался негодным учеником. Ну, я, собственно, ехал в следующую страну, а он хотел меня еще всем показывать, своим друзьям. Вот мы корон учим. Значит, потом я поехал дальше. Какие-то, вы видите, следующая страна называется Гамбия. Страна Гамбия, она имеет вид такой вот 12-перстной кишки. Она смешной вид имеет, и эта страна отличается тем, что, во-первых, это самая плоская страна Африки, она самая страна похожа на Брин, там нет ни одной горы. Она такая, сложно найти хоть один холм, что один мужик, который покоряет все высочайшие горы, всех высочайших стран мира, никак не мог найти самую высшую гору в Гамбии, нанял целый класс школьников, чтобы они бегали с GPS-ом, и сказали, хоть какой-нибудь пупырь там найти. Еле нашли хоть пупырь. Она самая плоская в мире страна, и также еще эта страна самая маленькая в Африке. Она небольшой ширины, только длинная. И плюс еще там есть самый большой в Западной Африке аэродром, как ни странно. Там и колонизаторы-оккупанты построили огромный аэродром в надежде, что поскольку страна плоская, туда будут падать аварийные космические корабли, приземляться на этот аэродром. Но космические корабли тогда все-таки не приземляются, ну, не случилось. И этот аэродром используется для перевозки старух, для перевозки старух из Европы. Какого рода старухи поступают из Европы? Смотрите, есть, например, старуха живет, что любви не имеет, а пенсию имеет. И вот она приезжает на самолете на этом чатаном рейсе, туда приезжает, из своей Германии, приезжает в Гамби, находит себе хахаля, в три раза моложе, скажем, и ходит с ним под ручку. А хахаль негр такой довольный, галантный такой. И старухе приятно нашла себе любовь до старости лет. И негру хорошо, пенсии на двоих же хватает, правильно? И то же самое происходит со стариками. Живет, говорит, старик в Европе, любви нет, счастья нет, Гитлер погиб, нет ничего хорошего. В результате, этот старик приезжает из своей Германии, туда прихрамывает, вы привозите его на самолете, говорю, дешевый чартерный рейс из Гамби, приезжает туда, и там находит себе юную негритянскую шоколадную любовь, в три раза моложе ее, ходят они под ручку, старичок и девушка в три раза моложе, их пенсии, опять же на двоих хватает, все довольны. И плюс еще, плюс чем удобно, еще там английский язык употребляется, поэтому еще полезнее. Так что благодаря тому, что английский язык, благодаря тому, что, во-первых, всем этим старикам без визы, а в-третьих, что очень большой аэродром гоняет большие самолеты с этими стариками, из-за этого вот такой интересный грех распространен в Гамбии. Кроме этого греха, все, в принципе, нормально. Страна англоговорящая, страна недорогая, страна имела своего смешного президента в Гамбии, был смешной президент, назывался он Яйя Джамми или Яхья Джамми. Это был такой выдающийся президент, он правил 20 лет, вот он довольный такой, он 20 лет боролся с колдунами, он их сжигал, ну не лично, уничтожал колдунов, гомосеков, со всеми ними вел непримиримую борьбу 20 лет и также боролся со всем тлетворным западом, старался бороться, но потом объелся страной Исламской республикой и тут, как только он объелся страной Исламской республикой, на следующий год его свергли, этого Яя Джамми, он оказался коррупционером, увез деньги все и исчез куда-то, ну и куда-то уехал в другую страну и там теперь новый президент. А на деньгах бывает есть деньги с этим Яхе Джамми, с каким-то другим, не знаю, что новый президент, не знаю, и вот с птичками какими-то. И я приехал в страну, про страну, как и с Сенегалом, никто не знает, нужна виза для русских или не нужна, и пограничники этого тоже не знают, как нарвешься. Поэтому обычно кто на самолете прилетает, в аэропорту более образованный, так же, как с Сенегалом, если прилетаешь в Дакар, то виза не нужна, там поставят, наклеят. Прилетаешь туда, вот на большом самолете, в эту Гамбию, поставят, наклеят. А если по земле приезжаешь, могут не пустить, а могут и пустить, а могут и взявку попросить. Ну, ерунда такая. Поэтому сделали заранее визу, что я уезжаю в эту Гамбию, и там я сначала в столице в городе Банжуль, потом я в крупном экономическом городе Серикунда, и потом я поехал на съезд проповедников. Там есть проповедники различные, в Эль-Се случайно, я случайно попал на него. Откуда берется электричество? Нету ГЭСов, потому что вода же плоская очень. Есть такие турки, привезли два парохода электрические. Это плавучие электростанции. Они, как большой двигатель, делают ток для столицы. Вот. А приехал я в Банжуль, по телеку вижу Путина показывают. Оказывается, в России конституционная реформа. Конституцию там продляют у нас. Вот, узнал чего. Это я ем там, как обычно, фасоль, чай, питаюсь. Потом всякие арбузы. Это я в гостях, ну, ночую. Поставил палатку чисто на парапете. Дома жарко, ребят. А в доме там толпа, народу много, лучше там, на улице. Ну и как, дождя ж не будет. Море. Качалка есть тоже, смотрите. Вот будешь ходить, станешь вот таким вот только. Что интересное. Вот фитнес. Вот ательер. Попал на съезд оповедников, потом на свадьбу попал, который там, свадьба происходила в селе, случайно попал на свадьбу. Объелся там на свадьбу, меня потом протрестало. Это единственный вот случай, вот во всю эту вот западную Африку, что живу, а там плохо, вот и вот после этой свадьбы. Что-то не то съел. Избытков. И потом следующая страна была страна под названием Гвинея-Бисал. Ну, надо знать, что есть интересное такое свойство. Сенегал, он большой, а в него вставлена гамбия. И вот еще один кусок Сенегала. Интересно, что здесь существует пароход, который плывет из одной части Сенегала в другую, в город Зигеншор. Набреш, про него несколько слов скажешь. Про пароход. Я от Антона вот в Дакаре вернулся и с другим товарищем, с Андреем Зайчиковым поехал другим образом. Я решил второй раз в Сенегал не заезжать, чтобы этот геморрой не иметь, перелететь самолетом, проверить местный самолет и местный пароход. Из Дакара можно в южную часть Сенегала, вот это вот все Сенегал, оплыть в Гамбию, не покидая пределы страны. Пароход такой, в общей каюте столько около 2 тысячи рублей, такой с местами каюте 3 тысячи рублей стоит. Идет он примерно 15-17 часов. В ночь довольно интересно. По меркам Африки и везде есть хороший современный пароход. Предыдущий пароход утонул, там 2 тысячи человек в нем тоже утонуло лет 20 назад, а этот пароход ходит пока. Все с ним хорошо. Вот. Мы, в общем-то, переместились в городе Зидиншор. В городе Зидиншор можно максимально дешево получить визу в Венею Бесау, но у меня, наверное, уже заранее была эта виза. И, собственно, поехали после этого не в Венею Бесау, а поехали в Гамбию. Поездили по Гамбии тоже отдельно, а там то только. И из Гамбии улетели уже непосредственно в Венею Бесау. Таким образом, я в Сенегал второй раз не заезжал и никаких проблем с визой не имел. Перелет здесь тоже дешевый, из Банжула в Бесау. Всего там 50 с небольшим долларов было. И минут 40 полета. Вот. Поэтому таким образом тоже можно там проехать. Билеты на самолет в интернете купить можно, а на этот, на пароход, там в Кассе непосредственно в Дакаре можно покупать. Вот. Такая полета. Страна в Венеи Бесау, она такая смешная, тоже небольшая страна. Говорить о ней не будем долго. Скажу только, что приехал в гости к мужику в столицу, а в гостях у мужика вообще ничего нет. То есть, в гостях у мужика ну, крана нет, в середине квартала колодец, туалета нет, в середине квартала туалет, электричество нет, заряжать лампочки, какие-нибудь, мобильники тоже негде заряжать. Одна только комната и дверь и ключ, а уходишь, ключ на окно, в окне стекла тоже нет. Так что я думал, что это днище, но днище-то впереди еще было оказывается. Мужик очень рад был меня увидеть, а послал мне сообщение через ковер-серфинг у себя с работы. Он где-то работал, и поэтому еще я не мог мне посылать координаты. Координаты не мог прислать, потому что он не знал каких прислать, прислал какие-то лже-координаты. Я принял какую-то лже-трущобу, а потом оказалось, что в другой трущобе он меня ждет. Ну ладно. Дети мне были, конечно, рады в этих местах. Это столица, город Бесау, не входит в 100 топ-мировых столиц. Это Зайчиков, который смешной такой черт веселый, это Зайчиков, а Негр, это вот который работник Кремля, местного Бесауского Кремля, который учился в Советском Союзе, нам показывал особенности Кремля. Ну и потом страна такая смешная, столица немножко облезлая, поехали в город Бафата, тоже там все немножко облезло, и похоже, как будто памятник какой-то советский с ВДНК облезлый. Вся страна, вот из всех этих 15 стран Африки, что мы были, в Венея писала, мне казалось, самое простее. Сказать, мы ночуем тут в этой школе. Кастрюля, автовокзал, ну так вот, страна не такая, что прямо хочется второй раз поехать. Чайки дала продается, чайки дала, а это мыло продается, такое в нарезку длинной. Поэтому про Гвинея писала мы подробно рассказывать не будем. Переселимся в следующую страну, которая называется Гвинея. Гвинея страна очень большая, она размером миллион квадратных километров, и в ней, мы провели, в ней 9, наверное, проехали мы по ней на разных транспортах, в основном машинах, автостопом и платным автостопом проехали через эту страну. Мы думали проехать вообще напрямик, потому что Канакри это город, который не является городом мечты. Канакри тоже не входит в 100 топ-мировых столиц. Мы думали проехать вот так, но было несчастье в это время. Предстарелый президент Гвинеи по имени Альфа Кон, да ему 81 год, решил поменять конституцию и предложить в своем сроке управления еще несколько. Таким образом, он начал менять конституцию, возникло местное восстание, но возникло в районе города Лабе, там стали другрушку убивать сторонники президента и его противники, хотя наш МИД выступил в защиту престарелого Альфа Конде, но это не помогло. И нам пришлось Лабе город объезжать, вот такой у нас был интересный маршрут, такой извилистый. Чем интересна Гвинея? Она, как настоящая Африка, там действительно электричество редко встречается, то есть, как вот я был в Африке 20 лет назад, так и примерно в Гвинеи сейчас. Электричество идешь по городу, электричества нету. Если кто-то электричество имеет, только богач генератор свой имеет. Машин мало, все машины перегружены, на каждой машине там по куче народа болтается, хижины такие, люди простые, но при этом бесхитростные, безвредные, сколько мы там путешествовали, за товары цены нам не завышали, не кидали, не воровали нас. То есть, страна приятная, люди-то неплохие, просто бедные. Вот, какая интересная страна оказалась в Гвинеи. Сейчас мы ее внимательно осмотрим. Осмотрим ее, и это виза. Страна одна из самых бедных, а виза одна из самых дорогих. 80 баксов стоит виза Гвинеи, так что не очень дешево. И вот мы едем, и там, Гвинеи, это страна чудесного автотранспорта и чудесного электричества. Видите, если человек имеет генератор, то все к нему ходят, заряжаются, у кого есть мобильник, или фонарик, или еще что-нибудь. То есть, у тебя есть генератор, ты ставишь себе тройник, только не тройник, а стойник, и вот у тебя 50 розеток или 100, и ты всем за денежку заряжаешь ночью. Поэтому там мало холодильников, телевизоров, компьютеров, и чего угодно, потому что проблемы с электричеством. Даже большие города не имеют центрального электричества. И даже живя в столице на Вписке, даже там не было центрального электричества в доме, и оно было от электрических этих самых солнечных батарей рождались маленькие, маконькие, диодные фонарики. Вот. Как видно, видите, портрет другого президента, говорит, что электрификация путь, фундамент развития индустрии и экономики. Как говорил Ленин, коммунизм это советская власть плюс электрификация всей страны. Но до Африки ни коммунизм, ни электрификация еще не дошла. Пока что плохо там с электрификацией. Зато хорошо с деньгами, страна богатая, у всех тысячи, десятки тысяч карманов. За доллар 10 тысяч получаешь, за 100 долларов получаешь миллион. Так что каждый человек становится миллионером, если он хотя бы 100 баксов разменяет, поэтому мы на отсутствие денег там не жаловались. Деньги были целыми пачками. Они, правда, тоже и расходятся довольно быстро, но так, значит, покупаешь воду в таких пузырях. Это хорошая чистая вода. И вот сейчас в Африке появилась повсюду вода в пузырях. Очень удобно. Она не опасна. Ты ее пьешь и все нормально. Не надо кипятить. Дети всякие, мечеть. Вот большая мечеть, электричество нет в ней. Дороги, углежоги, машины, в Гвинеи нету автобусов практически и нету практически мало грузовиков. И поэтому каждая машина везет столько предметов, сколько может. У нас же часто люди такие, они предельщики, а там все все что-то несут, люди что-то несут, машины что-то везут. Все что-то груженое, по рожнякам не ездят, не ходят. Столичные пейзажи. И вот можно повнимательнее посмотреть машины, которыми у нас проезжают. Мы там ехали по трассам, ехали то автостопом, то платным автостопом. И видно, что часто проезжали у нас машины просто чудовищно загруженные. У нас-то как люди, да у нас обычно же в России люди предельщики. Стоишь на трассе вдвоем, едет машина, там еще кто-то, куда же я вас возьму, я полный. Ну вот, а куда же я вас возьму, а там наоборот, такая штука становится, еще даже предложат еще подвезти. Причем чем неудобнее езда, тем дороже это удовольствие. То есть, чем хуже ты болтаешься на задней площадке машины, прицепившись к грузу, тем эта услуга дороже стоит. Вот такое интересное свойство. То есть, люди часами ездят, прицепившись к машине, это еще оплачивают они. Это Женево-окзал. К сожалению, железная дорога деградировала в Канакре и вообще в стране. И превратился вот такой вот такой вот вокзал ужас. зато везут грузы всячески. Мы на Финске, там были еще иностранцы, литовцы, и там же пришли еще какие-то музыканты танцевать. Ну, смешно, конечно, такие барабанщики все. Вот, вот мы едем по трассе и нам встречаются различные машиночки. Это углежуки и вот такие вот машинки. Вот видите, сзади болтается там два человека и чем хуже ты болтаешься, тем еще дороже оказывается это проезд, потому что эти машины вот такие редкие деревни, куда, ну, как, пешком жмите долго очень. Вот видите, маршрутка, легковушка. Вот так вот стоит такая ет машина, думаешь, ну, что, стопить такую, не стопить, стопить, не стопить, наверное, уже полное. Проезжаешь, а там еще сзади двое болтаются на ней. Вот терраса. Или вот, едет такая маршрутка, тоже стоишь на трассе, что, не будем стопить, не будем. Ну, вроде полное, да, вроде кажется полное, а сзади еще пятеро болтаются, пять человек болтаются сзади, посмотрите, и главное, что это тоже еще неполно, еще можно кого-нибудь сгромоздить. Так, Так, они часто укрепляют сзади, изнутри машину, чтобы она не проваливалась. Вот тоже, пожалуйста. Оп, и сзади еще парочка. Вот так вот. Ну, вот такие, при этом всякие хижины, избушки, мечети, опять хижины. Если грузовик, то он с удовольствием подвезет бесплатно, только медленно. А на нас еще могут угостить. И только медленно будет, потому что грузовики проезжают там километров 150 в день примерно, не торопясь. Всякие хижины эти вот. Это настоящая такая Африка. Такая пыльная, сухая, вечная. Все то же самое. Вот начнем в комнате отдыха врачей, например, в клинике. Иногда и внутри машины ехали. Возможный автостоп, только довольно небольшая часть машин обладают способностью везти автостоп. Это фактически вот это символ Африки. Желтые канистры – это символ Африки. Всегда в Африке эти вот с канистрами все за водой ходят, с этими канистрами люди. Вот такие вот хижины интересные, круглые. Когда мы ночуем в деревне, там внутри хижины неудобно ночевать. Там нет, там дети какие-то, курицы, жены. А мы рядом просим палатку поставить, стоим палатку рядом с домом. И как бы ты под присмотром, никто не прицепится. Если надо воды набрать, решите, в местные подскажут, где вода, где туалет. Это мотоциклисты. Мотоциклисты в Африке везут до 500 килограммов, даже больше иногда. Вот еще один мотоциклист. Вот эти вот все, смотрите. Вот видите, курица еще сзади. Две курицы привязаны сзади. Это наши музыки запихивают. Это опять ночую в каком-то госпитале. И потом начинается новая страна Мали. В целом, Гвинея, она очень интересная, потому что там горы. Она горная. Она дешевле многих стран, потому что там очень большие тысячи денег за каждый доллар. Там люди приятные. Язык там для умных, для очкастых французский язык. Хотя у кого нет очков, местные языки, в которых непонятно, что делать. Следующая страна у нас Мали была на маршруте. Мали очень большая страна, площадь 1,2 млн квадратных километров. Но из них 2 трети, 800 тысяч, заняты территорией, так называемой Азавад. Азавад это территория, где обитают повстанцы. В Мали существуют свои террористы, вообще они везде есть. Но они в Мали живут в пустыне, их человек 500, наверное. Они бегают по этой огромной территории. 800 тысяч километров есть на эту территорию 500 террористов. За ним бегает 5 тысяч милиционеров, пытаются их поймать. Найти они их не могут. Поэтому они ловят туристов. Из-за этого путешествия по Мали немножко нервные. Чем дальше на север, тем более нервные будут забирать не террористов, а вас. Будут забирать и периодически задерживать. Поэтому проникнуть в северную часть Мали почти безнадежно сейчас. Ну и чем дальше на север, тем хуже. Это виза Мали. Мали виза 25 долларов стоит. Такие там горы. Пейзажи. Палаточку поставили. Скалисты мы тоже. Костерок развели. Видите, дыра такая в горе. Африканские жители часто заняты тем, что продают всякий клам. Они ходят целыми днями и продают всякие товары. Это их единственная работа. Продают конюст, какие-то кастрюли. А еще это куриный. Пока ты едешь, вот показана футболка уже после проезда. И еще и постиранная футболка. Видно, что так сильно. Это вот всякие памятники. Центр Мали. И главное здание – это Центробанк. Малийцы так рады были узнать, ну, получается, из телевизора, наверное, что у нас такая всеубеждающая армия, можем повторить, что они создали плакат, на котором просят Путина прийти и вторгнуться в Мали, чтобы уничтожить всех террористов на севере. То есть, вот написано, что группа патриотов Мали приглашает собрать подписи, 8 миллионов подписей для того, чтобы пригласить интервенцию, сделать российскую и зачистить территорию от террористов. И вот нарисован Путин, смотрите, какие-то ракеты, бомбы, танки ждут нас нетерпения. Можно повторить. 75 лет победы, давайте в Мали тоже. И вот нарисована кооперация. Мали, российская большая рука Мали, белая маленькая рука такая российского предположительного человека. Смешно. Это Кулешов, Зайчиков и я. Мы были очень разные. Трое мы путешествовали. Зайчиков самый веселый был. Он знал у нас о французском языке. Он его быстро выучил. Только мы заехали в Африку, выучил французский язык с теми умными людьми, общался по французски. Он отлично знает английский свободно, знает украинский язык, испанский знает. Такой умный, разговорчивый товарищ. Поэтому, когда с нами был Зайчик, мы все время попросили, чтобы он что-нибудь объяснил, что происходит. Ну, недолго. Длилось это малин. Ну, так, куча ведер, чайника, все, пожалуйста, ходишь, продаешь. А вот мужик продает ткани. Ткани, полотенца, рубашка. Входишь, плюс 40, раз ходишь, продаешь всю эту конструкцию. Очень интересно. Дети-малинцы. Это репетитор школы. Автобус. Попал я в город Дженни. Смотрите, красным нарисованный участок, где написано на сайте английском, вообще не едьте туда, там убьют сразу. А раньше убьют через час примерно, после покажетесь. То есть, у нас есть такой сайт английский, gov.uk foreign travel advice. Советы для иностранных путешественников. И вот, кто едет в другие страны, посмотрит на этом сайте, куда можно ехать и куда нельзя. Где красным убивают, там сразу. А где оранжевым убьют, там через час примерно будет время завещания написать. Видно, что в Али, южная половина, там еще можно как-то успеть написать завещание. На севере сразу убьют. Как раз Дженни находится, к сожалению, там. Вот, я еду в город Дженни, видим, что по трассе уже телеги, телеги гиды, повозки. Я еду в город Дженни, который содержит в себе самую большую глиняную мечеть в мире. Это самая большая в мире глиняная мечеть, размером с пятиэтажный дом. Вообще, самая большая в мире глиняная мечеть. Не обожженная глина. Не обожженная глина. Застрял, но сейчас мы его немножко расшевелим. Минуточку. Загляну. Вот, это очень интересный город. Город Дженни. Попробую еще раз. Так, это йогурты, кстати. Очень вкусные йогурты в Африке. Делают вот так вот, бутылочки. И самые популярные в пузырях таких пакетах. Самый дешевый пакет йогурты. Это вот этот город Дженни. Город Дженни, он весь архаический. Там, вот видите, такая внутри мечеть глиняная, все такое глиняная. И там все глиняное, электричество обычно не работает. Все не электрифицированное. Все такое простое, как 500 лет назад. Это один из таких городов, типа Уадана. Который был создан когда-то на стыке этих караванных путей. И ты там ходишь, бродишь. Раньше там туристы когда-то были. Сейчас террористы, лименты. Здесь обычно веселые. Это взрослые хрустят. Говорят, раньше это хорошо, было сейчас плохо. Ну, как обычно. Чем старше, так у нас тоже старики такие есть. Довели страну. А дети-то нормально, веселятся обычно. Орудия из нуда. Потом еду дальше, ну, в село. Вот, смотрите, меня в легковушке везут. Смотрите, легковушка вся уже разбита изнутри. Все замотано, обкрыли на скотчем каким-то. Все разваливается. Потом приехал в деревню, случайно выбран. Ну, я выбрал на карте. И там гулял, меня там потом поймали. А испугались они меня. Поймали, при музыке ковырялись. Преследовали меня с ружьями. Ружья времен колонизаторов. 19-й век примерно. Потом с этой деревни меня посадили на мотоцикл и повезли ментам сдавать. Причем интересно как. Я иду с рюкзаком уже по дороге, уже из деревни ухожу. По дороге догоняет меня мотоцикл. Там двое с такими вот ружьями, такими древними. Двое в халатах и с ружьями такие. Руки вверх, давай иди с нами, садись. Сел, значит, на мотоцикл с ними. Получается как? Спереди сел мужик, вторым сажусь я, третьим второй мужик, бутерброд такой. А рюкзак ставим на руль, вот так вот. Так что он едет, и ему не видно абсолютно ничего. То есть он вот так, у него на руле стоит рюкзак. Он в 90-метр, рюкзак полностью, все, за гараж, дорогу. Ну, понятно, водитель понимает, что если кто едет, объедет же, правильно? Вот, если кто встречный едет, то объедет. А так понятно, что с правого канавы, с левого канавы, значит, посередине предположительно асфальт. Ну и все, а кто встречный поедет, объедет. Ну, я страх не терпелся, меня приехали и стали меня обнилить. Ну, потом хорошо, у меня там долго меня изучали, отпустили. Ну, так не очень приятно. Ну, после Малия поехал в следующую страну, которая называется Буркино-Фасо. Следующая страна называется Буркино-Фасо, это название называется Страна Честных Людей. Раньше называлась страна Верхняя Вольта. Сейчас называется Буркино-Фасо. Там был президент, хороший был, но уже убили его уже. Томас Санкара, который 5 лет решил, правил 5 лет и хотел все хорошо сделать. В Африке вообще проблемы всегда с этим президентом. Такие идиоты они наверху. И они постоянно правят по 40, по 50 лет правят, пока не сдохнут. Или пока их не убьют, тогда следующий такой же. И они все практически друг друга или правят, пока не умрут, или пока не свергнет их следующий президент. Иногда изредка оказывается толковый. Вот Томас Санкара был такой толковый президент. Он решил все прям поменять, чтобы они всюду сажали деревья, всех их оздоровить, медицину развивать, посадить всякие огороды, воду вытворить. В общем, много не было всяких реформ. Отменил у себя кондиционер и у всех чиновников. Но за это они его убили потом. То есть сказал, что раз пролетариат у нас без кондиционера, жрет, я тоже буду без кондиционера. Такой был, близкий к народу. Президент с немножко таким чагеварско-коммунистическим уклоном. Ну и убили, конечно, этого Санкару. А теперь осталось от этого только одно название. Страна честных людей. А менты сразу испортились. То есть каждым годом менты в Буркине становятся все хуже и хуже. Пристают гражданам, дрючат их. А еще там завелись террористы. Они вот нарисованы точечками. Это места, где живут террористы. И если пойти сюда, тебя от милиционера заберут. А от милиционера заберут и так. Зато виза такая красивая. И вот смотрите, нарисованная страна на этом же сайте английском. Красным цветом вся. То есть вообще нигде нельзя путешествовать. Только в столице вот есть шанс, что там час продержишься до ареста. Вот так, видите. Красный написан совет против всех путешествий. А желтый только по супер важным случаям можно. Ну реально, конечно, беспокоиться так супер не надо. Не надо этим сайтом доверять. Так что прямо действительно все так плохо. Не все так плохо. Каждый нормальный человек может ездить тоже по Буркина фасон. Просто немножко будет нервироваться, что будут периодически милиционеры приставать. А составит ли сайт, думают, что террориста убьют. Реально террористов все-таки немного. Они там бегают немножко, но так, чтобы вы их увидите, как и в России, вероятность очень маленькая. А милиционеры, да, вы их увидите. Они могут даже остановить весь автобус. И не столько сводить, а с каждого пассажира по 100 рублей отбрать. И все, тогда дальше отпустят. Вот такое у них интересное свойство милиционеров. То есть называлась страна честных людей, но не очень честные милиционеры. А люди нормальные. Вот я еду в маршрутки, смотри. Там я по Буркине. Не ехал почти нигде автостопом. Ехал на маршрутках. Вот видно, я в маршрутке. Там едут разные скоты. Открывается теперь маршрутки, и все продавцы в нее заградят. Ну, смешно, конечно. Вот, всякий мечеть, тоже глиняная мечеть. Продавщица плова. Дети. Дети, вот они не боятся фоткаться. Взрослые часто нервничают, когда их фотографируешь. И милиционеры нервничают. Дети нормально относятся. Ведра всякие. Это колдун идет. Какой-то местный колдун, стрёмный. Ее все, весь веревочкой. Даже лицо веревочкой. Но я такого не стал в лицо фоткать. Что, заколдует? Сзади сфоткал. Продавцы бесконечные. Памятники разные. Мечеть. Там наполовину христианская, наполовину мусульманская страна. Есть реклама. Вот это христианская реклама. Видите, написано. Великий Крестовый Поход за евангелизацию Буркина Фасон. На той же улице, наоборот, Великое Исламское Собрание. Тоже за исламизацию Буркина Фасон. На той улице. И по той же улице Колдун идет. Потому что такая демократия. Ну и потом мы пропустим уже Питога и Бенин. Пропустим, чтобы не затягивать рассказ. И скажу, следующая страна была Нигер. Нигер страна уже самая, наверное, бедная на маршруте. Самая простая, самая бедная, самая дешевая. Которая меньше всего воды, еды и всего остального. Нигер большая страна, площадь миллион квадратных километров. Даже больше. Почти все это пустыня. Я заехал со стороны Бенина. То есть я с Буркиной поехал в Тога. Пойди тоже от истой, потом по Бенину. И вот, пожалуйста, я оказался здесь. Попал сначала в столицу, в город Неомей. Потом поехал в Маради. Потом посмотрел, как живут люди в селе. В селах, где есть вода. Потом посмотрел, как живут люди в селах, где нет воды. И потом поехал в сторону Чада. Визу Чада я получил в этом самом Буркино Фаси. В Угадугу. В Угадугу столица Буркино Фасо неудобный город. Там нет нормального транспорта. Ничего там нету. Даже такси нормальных нету. Троллейбусы, автобусов, несколько штук автобусов. Автостоп тоже гнилой какой-то. Самый неудачливый город – это Буркино Фасиная столица. Но не бойц, сто мировых столиц топовых. А вот виза Ниггера. Вот и город Неомей. Там построили железную дорогу, но поездов нет. Деньги кончились. У парня вписываюсь. Его зовут РАЗ. Это в квартире. Это цивилизованная квартира. В Неомей есть три вида квартир. Цивилизованная, средняя, цивилизованная. Нет, цивилизованная. Цивилизованная квартира. Там у него есть, пожалуйста, сетка от комаров, электричество. Даже есть все. А это вот глиняные дома и строится новый небоскреб. Большинство улиц пустынные, развозят такие вот циновки. Циновки, курей везут, соревнования по триатлону, продавцы, йогурты, верблюды, столичные пейзажи, кузнечки сушеные. Опять йогурты. Дрова привезли. Чайный аппарат по продаже чая. Это у нас везут циновки, опять же. Улица Неомея, арбузы. Человек ходит, продает цыплят. С утра до вечера такая работа. Ходит продавать цыплят. Берешь на голове три ящика с цыплятами, ходишь, цыплятка, 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 цыплятка свежая. Это дрова везут. На дровах же все. Значит, делают хижины. Город Неомей перенасыщен бедными людьми, которые живут там, в хижинах. Они покупают ингредиенты для хижины в магазине. Все для дома. Магазин все для дома. Если человеку негде жить, он приезжает в столицу, должен купить себе дом. Дом нам стоит полторы тысячи рублей примерно. То есть, ты покупаешь ингредиенты для дома здесь. Они все очень удобные, экологически чистые, все без ГМО. Смотрите, и палки без ГМО, и пальмовые веревки тоже без ГМО, и циновки тоже без ГМО, и ложки тоже без ГМО. Все настоящее экологически чистое. У нас такой миллиард бы стоило, потому что из нас модно же эко-био. В общем, эко-био дом себе покупаешь, и тебе бесплатно доставка на верблюде в любую точку Неомея. Тебе привозят это все на верблюде, все это добавят из него. Ну, ты спрашиваешь у соседей, ребят, ну что я тут дом построил? Они говорят, ну давай строй. Или говорят, нет, здесь не надо, давай лучше там. И вот так ты договариваешься с соседями, кто уже имеет дом более стационарный, где построить себе дом. И строишь себе дом. Ну, понятно, электричество не будет, ну извиняюсь, электричество там дороже, чем в Москве в три раза. Кому надо? Только богачам. Понятно, воды тоже не будет, за водой будешь ходить куда захочешь. А так вот, пожалуйста, за полторы тысячи, знаете, целое жилище возникает. И вот таких жилищ, там очень много. Их там много, ну больше ста тысяч людей, живущих в хижинах. И еще есть второй вид дома, уже подороже, это глиняный дом. То есть ты его лепишь себе из глины. Это уже не полторы тысячи, тоже себе стоимость уже, наверное, нескольких тысяч рублей. Ну или труда много, нужна же вода, глина. И уже есть цементный дом. Цементный дом, это как моего друга-музыканта. Он снимает, стоит 2,5 тысячи рублей в месяц такая квартира. Ну это уже элит. Элит класс, то есть 2,5 тысячи рублей в месяц, там у него вода безлимитка. А электричество, ну, с электричеством плохо. У него электричество дорогое, мне пришлось за него за электричество заплатить. Потому что, значит, мне негде было бы заряжать мобильный телефон. Там интересно, с электричеством, ты приходишь в ларек, покупаешь карточку на электричество и вводишь эти цифры в счетчик. У тебя появляется лишних там несколько киловатт. Мы пошли, значит, ввели цифры, потом оказалось, не хватило. Он, оказывается, в долг уже вошел в наш барабанчик. Нам пошли опять ларек, купили опять электричество на бумажке. Опять ввели в счетчик этот пин-код и электричество пошло. ну хорошо, а то бы негде было бы телефон не заряжать, телефон, компьютер и так далее. А квартира, да, 2,5 тысячи рублей в месяц. Ты снимаешь квартиру, а можешь купить дом навсегда за полторы тысячи. То есть, навсегда тебе провезут и все, и живи в нем. Вот, смотрите, вот он. Все эти веревки, они прямо настоящие, есть пальмы. Много разных. Вот это хижины. Вот тоже. Это такие вот люди, они живут в хижинах, пожалуйста. А это еда. Вы не имея плохо с едой. Вообще, в Нигере плохо с едой. Если есть деньги, ничего проблем нет. А проблемы с деньгами в основном. То есть, очень много бедных людей. В Мали, в Нигере этих людей было очень много тысячи. А не каждый раз я сижу, ем. Уличные столы продают всякую еду. Еда по порции стоит 10 рублей. Если хочешь за 20, за 20 будет очень большая порция. И вот я сижу и ем, и на себя смотрят голодные люди. Постоянно смотрят 5, 7, 8 голодных людей, которые просто смотрят ну вдруг что останется. Я обычно если беру, там на 20 рублей много еды беру и откладываю. И они, значит, тогда эту еду съедают. Ну, бывает, что уж совсем как неудобно, много голодных сидят, а я жру, как буржуй. Поэтому, скажем, спонсирую. Кого-нибудь меня так до этого читатели накидали разных денег на спонсирование негров. Я там скажу, ну давайте там. А как выглядят нищие? Нищие обычно у него при себе есть. Если нищие богаты, у него на шее висит миска, пластмассовая миска. Привязана веревочку, чтобы не украли. А если он бедный, то у него консервная банка висит. В которой он, собственно, и оскает еду. Ну, чтобы деньги дали, это такой шанс почти нулевой, поэтому еду прямо просят. Обычно еду дают те продавцы, у которых осталась еда после уличной продажи, или кто-нибудь не доел. И вот они стоят обычно, вот я ем, и стоит там 5, 8, 9, и смотрят, что что-нибудь останется, может быть. Ну, бывает, что я проявляю какое-то полезное свойство. Ну и так, ребят, ставьте свои миски на землю. Только давайте без паники. Ставьте там 10 мисок, сейчас тетенька даю там 100 рублей, причем с ними не отказываюсь. Вот, тетке даю 100 рублей, но в переводе там 1000 местных денег, и тетка накладывает 7 порции. Но если я 10 человек накормлю, тут же уже, они там же много голодных, они уже видят, что-то происходит, еду дают, и уже бегут новые, новые, новые. Вот 10 человек вроде получили еду, а их уже 15 стало, что происходит. Еще кому не даешь. И потом они уже бегут совсем, в конце концов, когда кончивается свалка какая-то, начинается давка, я эвакуируюсь. Что не пробую там, скажем, раздаем манго, покупаем пакет с манго, раздаем. То же самое, кончается тем, что пакет рвут уже на клочья, все манго съедены. Следующий вариант, финики. Пошел к мечети, ну, думаю, деньгами раздавать, вообще не вариант, просто разорвут на части. Возьму фиников, куплю мешок с финиками, буду раздавать. Оказалось, 300 человек вокруг, и все за этими финиками, ну, я сначала по два финика, потом какая-то фигня уже полностью разорвались, пакетом все сожрали, все исчезло, не знаю, даже косточек надо мне оставить. Я еще пакет, то же самое, ерунда. Пробовал йогурт раздавать, то же самое, булки, то же самое. То есть очень много в городе людей, ряда голодных, которые приезжают на жутких хижинах и ищут работу. Работа какая работа? Работы мало. В среднем работа ходишь, там продаешь, пожалуйста, кому-то утюги, кому-то утюги, кому-то утюги, ну, доллар в день заработаешь хорошо, обычно и такого нет. И они просто стоят и смотрят, вдруг кто-нибудь голодный, кто-нибудь даст голодному еды. Это вот именно в городах. Деревнях немножко по-другому. Если в деревне есть вода, они все при работе. А если в деревне нет воды, то совсем кисло, конечно. Это вот касательно еды. И вот очень часто это самое днище, это Мали и Нигер. Самые бедные страны. При этом себестоимость еды довольно высокая. То есть стоит сам килограмм риса у нас в супермаркете. Что в Ниамее? Примерно одно и то же, там рублей 40. Просто, если у нас, там, скажем, человек сварит рис, и в столу он будет стоить, там, порция риса 30 рублей, а там он будет стоить 10, например. Вот я еду дальше, еду по этому Нигеру. Меня повезло, меня подвез миллиардер местный. Ну, в долларах миллионер, а в местных деньгах миллиардер. И потом я вписался у него в ресторане, он также в воде и в ресторане. Также он пищевым бизнесом занимается. Он возит целыми фурами еду. И я у него три дня жил, четыре дня он мне все рассказывал. Я его расспрашивал, интереснейший мужик Муктар. Вот он, местный пищевой олигарх. И он оказался умнейший, он сам путешествует по всем странам Африки. Ему нравится путешествовать. Он очень умный, богатый, и всюду находит возможности для бизнеса. И объясняет, я у него брал интервью, почему Африка в такой заднице находится, в чем причина, и как ее исправить. И он мне объяснял все это. Очень интереснейший мужик. И потом, значит, это дрова привезли. И потом я просил его привезти меня в деревню, показать, как живут люди в деревне. Это главная площадь Маради, города Маради. Имам города Маради. Это продажа воды в пузырях и бесок. Бесок это вкусная каркада, такое жидкое. Вот, это маршрутка приехала с деревень. Это сортир на автовокзале, мужской, все мужские, женские, там бабы нарисованы. А этого я привезли в деревню. То есть я попросил меня, это Мухтара, когда будет время, отвезти меня в деревню. Показать, как живут люди в Гухамане. Вот так вот они примерно живут. Ну, ночью ничего не видно, потому что электричества нет. А потом я уже смотрю, и вот глиняная деревня. Но эта деревня хорошая, потому что там есть вода. Поэтому все предельные, никто не попрошает. Все вот эти, например, долбят. Они в ступке делают муку. Ну, долбят из зерна, делают муку. Очень удобно и как бы недорого. Долбишь, долбишь, за несколько часов передолбишь муку. Удобно же правильно. У нас есть такое выражение, толочь воду в ступе. А там до сих пор долбят. Это кирпичи глиняные, необожженные, конечно, источник воды. И вот там очень интересно, как там скот, опять долбление в ступе, дети, повозки, мечети, колодцы. Там хорошо, что вода есть в деревне. Из-за того, что есть вода, из-за этого они все предели. Школа. Первый раз, первый класс, пожалуйста, 1 сентября какой-то своей местной. Дети. Вот, видите, даже написано 6-й Б класс. 6-й Б. Школа. Везут на продажу морковки, всякие зелени. Кораническая школа. Морковная жизнь. Строительство. Глиняные кирпичи создаются. Морковка. Морковку несут. Бабабы. Дети. Вода всячески создается. Вот, есть вода, там люди веселые, строят новые колодцы. Какие-то праздники деревенские устраивают. Какие-то свадьбы, пляски, прыгалки. Веселятся. Опять же, мечеть еще одна. Когда есть у них вода, вот дома обклеивают глиной такой. Это такой вот быт у них. Топор, смотрите, как интересно устроен. Конечно, в деревне там не знают никаких языков. Хорошо, что мужик, которым я отвез Мухтар, знал французских несколько слов. А понятно, что английский там никакой уже безнадега. Русский, никакой язык. Вот опять Мухтар приехал, и он меня из деревни повез обратно в город. И потом я уже поехал в другие места, и поехал в Зиндер. Поехал я в Зиндер. Видите, тут тоже красным отмечено, куда ехать нельзя. Это вот школа простая. Видели сложную школу с стульями? Это простая школа. То есть, когда в школе нету здания, они просто под деревом. Учитель сидит под деревом, говорит с книжкой «бу-бу-бу». А дети сидят под деревом, и все на него говорят тоже «бу-бу-бу». Такая вот школа. Это я еду в Зиндер, и дальше уже еду смотреть, как строятся колодцы. В тех же деревнях, где нет воды, там международные некоторые фирмы помогают, в том числе фирмы, благотворительные фонды даже советские, ну как советские, дагестанские, иностранные, эмиратовские, кувейтские, помогают строить колодцы. Сейчас мы увидим, как живут люди в Гухамане, и как происходит стройка колодцев. Это уже глушь. Там уже, смотрите, совсем такая жизнь, простая хижина. Это такие вот деревни. Так живут люди. И так же, вы бы тоже там жили, я тоже там родился, так же жил тоже. Эти люди, ничего там, интернет у них нету, магазин-склав нету, столовой нет, денег нет, ванны нет, еды нет, ничего нет. То есть, там им довольно далеко ходить надо за водой. Даже вот так бывает, что колодцев тоже нет, и ближайшие колодцы на расстоянии там трех километров, может быть, они ходят с канистрой на эту воду, а потом еще дрова. И так жизнь и проходит. А есть такие деревни большие, собираются нас поглазеть. Долго это, опять же, в ступках это зерно, какие-то верблюда есть. И иногда бывает, что строятся колодцы. Вот идет, человек приезжает, ищет место под колодец. Привозят на такой вот корове бурильное оборудование. И начинают рыть под колодец землю, видите. Это скважина практически, не просто такая вот скважина. Видите, такие бурильные аппараты, льют воду. И постепенно, в это время утюг там что-то готовят. Это фижины. Это вот прям фижина. Посмотрите, что внутри, что есть все имущество всей семьи перед нами. Все имущество всей семьи, все. Вот что есть, суммарно содержимое карманов каждого из нас стоит дороже, чем все, и весь дом в теме имуществом месте. Там вместо корзин, какая-то кастрюля, и все, больше ничего нет. Ну, тут строят колодец для этих людей, как раз, на деньги, которые эти вот фонды собирают. Здесь, в России или в других странах, там, в Азии, в Африке. И вот так строят постепенно колодец. Видите, они углубляются все глубже в землю, эти вот бурильщики, пока не найдут до воды. Потом уже эти трубы вставляют. И появляется вся дырка, а потом уже к этой дырке приделывают вот всякие, видите, такие вот водокачалки. И образуются новые колодцы в Африке. Такая вот интересная благотворительная деятельность происходит. Ну, а потом дальше такие трассы, пустыня. Ну, вот так вот едешь, глухомань, хижины, маршрутки. Такое. Потом город Зинтель. Опять. Я там какую-то еду раздаю населению, точнее, тетку поручаю. И вот дальше уже, дальше трасс уже на Чад. Дальше трасса на Чад. И там уже совсем дно мировой цивилизации, уже все-таки дороги. Там еще уже и колодцы рыть некому. Там уже такие вот хижины, поселки такие. Выездной штамп. Это выездной штамп из Ниггера. И вот по Чаду я проехал только небольшое расстояние, потому что там уже начался этот макаронный вирус. И не в самом Чаде, но уже было понятно, что скоро закроются все границы, надо будет улетать. Вот я еду по Чаду, такие дороги, пустыня. Такие поселки, трассы, перевернулся грузовик. Эти грузовики проходят столько мэ в день примерно, то есть немного. Мечеть в поселке Регрик. Вообще из хижины, из всего есть без без. Такие вот поселочки, там уже ничего там, ни магазинов, ничего там нет. Ни зарядного устройства, ни генератора, ни аккумулятора. Потом уже большой поселок, поселок мало. Фоткать официально в Чаде нельзя, за это могут поймать милиционеры. Но если так потихоньку, то можно, иногда разрешают вместо жителей фото. Но если ментам задут, то мало не покажется. Вот я в палатах, там во дворе таможенного управления сплю. Опять и трассы, деревни. Вот такие вот, ну как опять же, 300-500 лет, то же самое. Ничего не меняется. Вот уже в столицу замену приехал. И там уже в столице уже все лафах, уже меня тут уже встречают, меня любят, возят по столице, показывают главную площадь. Единственное место, где можно фоткаться безопасно. И потом, постепенно, я уже вынужден из Чада эвакуироваться, потому что африканские правители самые худшие берут с европейских. То есть, если европейские начали закрывать границы, и африканцы тоже начали закрывать, не улетел бы с Чад там последним рейсом, остался бы там до сегодня, сидел бы в этом Чаде. Ну и вот все, я из Чада улетаю. На этом путешествие по Африке завершилось в этот раз. Я, конечно, собираюсь еще раз в Африку, я люблю Африку. Хочу в следующий октябре-ноябре поехать на Мадагаскар, если будет на Туоле Всевышнего, через годик, если все откроется. Потом хочу в Юго-Восточную Африку, Юго-Восточную Африку, зимой 2021-2023 год. Вот, хочу еще, много чего хочу. Ну и потом подробно уже, когда откроются границы, можно будет объявлять. Есть разные книги про Африку, там, видите, путеводители по Мадагаскару, по Восточной Африке, есть книга «200 дней на юг и автостопом в Судан» про мои приключения. И есть еще свежая книга «Дорога в Чад», которую я написал как раз после того, чтобы вернулся в Москву из Чада, как раз написал книгу о своих приключениях. Там все подробно рассказано, описаны все наши приключения. Сначала Маис Кулешова, потом Кулешов улетел в Москву, потом уже без него. Все подробно описано, желающие посмотреть потом книгу. Сама книга есть. Теперь я делаю такой резюме в целом по Африке. Значит, чем Африка, она хороша, чем она полезна? Я путешествую, говорю, уже много лет, 30 лет. И из 30 лет жизни я последних, ну, пару лет в Африке провел, наверное. Нравится мне Африка. Казалось бы, какая-то бытовая неустроенность, да, там что-то с едой плохо, то с водой плохо, то с металем плохо, то с границей какие-то, менты и прочие всякие трудности. Но, во-первых, находясь в Африке, мы видим, как жили люди в прошлом. То есть, то, что сейчас живут люди... Нам случайно повезло родиться в 21 веке, родиться в цивилизованной стране. Могло бы чуть-чуть не повезло, бы оказалось бы совсем в другой эпохе, в другое время. А там люди в Африке живут, как жили люди в древности, да, которые ходят пешком, собирают дрова, ищут воду. Не у всех людей в мире есть на проводке, не у всех есть электричество. И раньше вообще ни у кого ничего не было. Так что мы путешествуем в наше прошлое. Ну и также, возможно, что когда-нибудь в будущем у нас кончится, человечество все сжирает постепенно, кончится вода, еда, электричество, нефть, газ кончится, то и в наше будущее тоже. То есть, если будем так с планетой поступать по-хамски, то, может, такое и будущее у нас будет. То есть, есть шансы не только на прошлое посмотреть, но и к нашему будущему подготовиться. Также мы видим, что африканцы, они люди сами по себе хорошие. Сколько у них было возможностей меня обжурить, что-нибудь свяжет какое-нибудь зло какое-то в моем отношении. Почему-то ничего такого не делали. Единственная неприятность, все происходили от чиновников, от милиционеров, которые какие-то хлопоты мне всячески старались доставлять. Чиновники, бюрократы. И пожелаем этим людям мира, урожаев хороших, дождей хороших пожелаем. И главное, чтобы эти страны не воевали между собой, потому что прочинаты проблем в том, что, во-первых, границы их начертаны искусственно, отделены от моря некоторые страны, что грузы трудно вывести. Чиновники, бюрократы, семейственная, клановая система. Обычно много детей в семье, у каждого дети, внуки, у президента сколько детей, внуков, у каждого министра. И всем, и всем друг дружкам надо рассадить на разные посты. Поэтому рассаживаются люди на посты не по компетентности, а по родственным связям. Сидит какой-нибудь человек, типа в Бенине, президент в Тоге, президент в фамилии Гнасимби, 40 лет. Потом он убирает, сын его другой, Гнасимби, тоже президент, 15 лет. И все министры, все из этого же клана. И поменять человека невозможно на верхнего, потому что это будет уже катастрофа. Люди рассаживаются по постам, чисто по клановой своей системе. Это клановая система, также эти вот границы искусственные, это бюрократия. И плюс то, что еще люди неграмотные, не знают, как им прийти к счастью, потому что просто доступ к информации не имеют. Эти разные факторы приводят к тому, что в Африке жизнь достаточно тяжелая, сложная. И каждый день, даже сейчас, многие люди идут пешком в Европу, надеясь там найти какое-нибудь счастье. Но, как показал, сообщил мой этот друг, бизнесмен, Муктар, живущий в Нигере, в каждой стране Африки куча разных возможностей для развития, для бизнеса. Надо просто побольше активности проявлять, инициативы. И даже из такой дыры, которой Нигер, можно даже там себе сделать очень интересную, и сытую, интересную, и полезную для других людей жизнь. Вот такая она Африка. А теперь мы перейдем уже к вопросам. У кого есть вопросы, поднимайте руку, и дальше по вопросам мы и пойдем. Давайте, поднимайте руку и спрашивайте, я вас во всех странах мира прослечу. Ну и пока вы думаете, напомню, что у меня есть некоторые книги. Про книги я сразу скажу, что вот эта книга «Свежая дорога в Чад», которую я написал недавно совсем. Я когда приехал с Чада, начался этот макаронавирус, все позакрывалось. Как раз я не зря провел пару месяцев, написал книжку про Африку, и ее успел издать. Эта книга называется «Дорога в Чад». Есть книги о других моих похождениях по разным тропическим странам. Есть книга о большой поездке по Африке, 200 дней на юг, как мы ездили 20 лет назад по Африке. Это когда еще интернет, мобильная связь еще не особо были распространены. И книга «Автостопов в Судан» – это о самой первой поездке в Африку 99-го года. Еще из интересных книг есть у меня друг такой Владимир Слатенков. Он ездил по Африке, и сам он известный путешественник, и он поехал с семьей. По Африке ездил целый год. У него там жена и трое детей. Там одному было ребенку 14, 12, 9 лет. И вот они втроем с тремя детьми, еще муж и на 5 человек ездили по Африке, но не автостопом, целый год. И они написали в пятером книгу, называется «Путешествие семьи по Африке год в пути». Так что, если кого интересует, что можно с детьми ездить по Африке? Да, можно с детьми ездить по Африке. Детям от этого будет даже больше пользы, чем от сидения дома в школе в такое же время. Есть у меня и другие разные книги. Кто еще не видел, есть книга про решение всех жизненных проблем, решение проблем по-простейшему. Тоже такую книжку можно будет подцепить и другие. А там на выходе еще есть несколько, будете выходить. Там еще есть «Восточный Африкный путеводитель», «Египет» и что-то еще. Эти вот книжки, они за любое пожертвование. Теперь давайте, кому что интересно, поднимайте руку, спрашивайте, пойдем дальше по вопросам. Давайте, сигнализируйте. Деньги с собой в носке или как? Деньги с собой, частично на карточке. То есть, я отправляюсь в эти страны, лучше часть иметь денег наличностью. В Западной Африке больше котируются евро, чем доллары. Хотя и доллары тоже можно поменять, но лучше евро менять, в восточной лучше доллары. И часть денег можно иметь с собой на карточке. В каждой большой стране можно вытащить деньги из банкомата столицы. С той же карточки, например, Тинькова, можно вытащить определенную сумму, довольно большую, и можно потом с ней ходить, ни в чем себе не отказывать. Но поскольку пока до столицы доедешь, часто грустно будет, до столицы же далеко, а банкомата на границе нет, поэтому часть денег в наличности берешь в разных валютах, немножко доллара, побольше евро, в разных 50, там 20, 100 евро выкупируете, и распитываешь в разные части своего организма. Вот так. Африка недорогая, самые большие расходы это визы. Самые большие расходы это визы, ну и плюс еще, если нужно улетать, то самолеты тоже могут оказаться дорогими. А так, сама именно еда и жизнь в Африке недорогая, и даже если человек буржуй, то есть будет, вот, много не проест. Ну, интернет дороже гораздо, чем в России, то есть, интернет, да, на него потребуется денег больше, чем в Москве. В Москве очень дешевый интернет у нас. У нас люди сидят там, например, за 5 долларов в месяц уже интернет у них бесконечный дома. А если человек сидит там где-нибудь в Бенине, то за 160 долларов в месяц он получит интернет хуже по качеству, чем наш 5-долларовый в Москве. Так что, если кто привык безлимитно, чтобы был интернет, то это дороговато. Ну, если так понемножку там выйдет сообщение, в контакт отправлять, то тоже там по несколько долларов в каждой стране отдашь за этот интернет, и все будет нормально. Пожалуйста, еще вопросы, что есть сигналция. А что с безопасностью все-таки еды, воды и там? Вода, значит, ее сырую, воду лучше не пить в этих странах, потому что она все-таки так себе. Поэтому там, где есть желание и деньги, покупаешь воду в их пузырях. Начиная с Сенегала, вода продается в таких полный трех пузырях. В каждом городе, в каждой деревне продается вода в пузырях стоимостью 3 рубля. Если вдруг не хочется воды в пузырях, или трех рублей жалко, я таскаю с собой обычных канистров. Всегда, во всех поездках в Африке, таскаю канистру, заливаю воду и бросаю в нее флорные таблетки. Она обеззараживает таблетки, обеззараживает воду. Вот такие варианты. Это долго. Если есть электричество, кипятильников нет электричества, тогда попроситься, где есть какой-то огонек, на углях, смотришь, готовят на них, пошел с кружечкой, объяснил, поставил, сварил и все. Так что воду можно скипятить, или обеззаразить, или купить платную, и это полностью будет безопасно. Что касается еды, еда вся безопасная, потому что любое, все, что приготовлено, все, что скипячено, зажарено, все оно съедобное. Термическая обработка убивает все бациллы, поэтому не боимся есть, но если какой-то брезгривы есть, там их ложки, можешь свою ложку брать. Вот так вот. Так что нормально с этой едой. Недорого, вкусно. Пожалуйста, еще вопросик-то задавайте. А что со связью интернетом? Я уже сказал, что симку покупаешь в каждой стране, и вот у тебя местная симка. В каждой стране можно купить местную симку, будет у тебя местная связь, интернет будет, какой-нибудь там, мобильтелеком, все нормально. Просто он будет дороже, чем наш, но по-любому, не с внарсийскими же симка есть. Но это несложно купить симку как? Это немножко требует хлопот, потому что обычно она вся по паспорту, нужно найти какую-то контору, по этим симкам, найти какую-то контору, объяснить им, что тебе нужна симка, объяснить, что это паспорт, ну или это российский. Они долго будут на это дело врубаться, то есть потребуется на каждую страну потратить там час времени, иногда больше, чтобы эту симку еще зарядить и как-то объяснить им, что тебе надо. Так что придется. В каждой стране там час времени потратить, но везде это, как правило, удается. То есть даже в Чаде, даже в Чаде, в первом поселке, когда я объезжал, и там даже оказался какой-то мужик, который не все настроен и поставил. Так что получается. Да, ты. Я вам прошу, вот эти ребята, которые живут в деревне без воды, они не перемещаются, где есть вода, просто мало таких. Потому что там, где есть вода, там уже сидят другие люди, которым ты совершенно нафиг не нужен. Разумеется, все хотят жить там, где вода, особенно в Европе, где говорят не только вода, но и деньги дают бесплатные. Проблема в том, что те люди, у которых уже есть вода, они совершенно не хотят, чтобы там поселить какие-то еще рядом другие люди, потому что это, скажем, пастбище, пастбище, там у тебя скот, и так новый скот припрется, и всю эту траву сожрет. И так на этих колодцах очередь там на несколько часов, то есть колонец, колонка, если это какая-то деревня суховатая, там долгая очередь, и ты еще припрешься туда же. И так сюда приходишь, а то еще скажешь, я буду рядом жить. Неудобно им это, местные жители прогонят остальные, то есть понятно, что ты там поселился, ты живешь в дыре, и никому-то не нужно цивилизованное место. А если где-то река, например, течет река Нигер, понятно, что все поля вокруг нее, все уже поля, чьи-то, вся земля уже чья-то, и там уже все построились, уже пасут свой скот, и приезжие не нужны вот так вот. royal bardon земли если это свои землимеры но порядок с земля уже чья то депут что-то есть толком где комита колодец или река или какая-то вода хоть что-то толковый вся земля уже чья то какие-то скотоводы там за куритом вода поближе там уже эти выращивают свои поля где вообще воды много того же китайцы завелись рис уже выращивают если воды уже много благо реки там concepts например там уже китайские рисовые поля если где-то просто колодец там чета пастбище и так далее там не так-то просто это в столицу всякие бомжи одолевают там уже всем просто уже это бесконтрольно каждый в столицу приходит десятки людей которые там сервис уже никакие менты их выгнать не могут потому что же не знаю что с ними делать вот а в деревнях там просто по башке на стучат не нужны ближних людей и так у каждого по 7 по 8 детей в себе и так население бухнет развивается увеличивать среднем нигере одна женщина имеет 7 детей а мужчина если он состоятельный больше потому что же он может быть больше одной так вот какого-нибудь приятный человек имеет скажем не там 15 детей 200 внуков и куда ему еще лево каких-то людей чтобы размножиться еще им самим надо воды еды надо вот так вот что вот это трудности перенаселение достаточно воды недостаточно также технологий для того чтобы как-то из большой глубины доставать воду тоже технологии неразвитые вот такие мелкие трудности вот пожалуйста а второй вопрос вот этот сайт которым вы пользуетесь для того чтобы осуществить безопасно я показываю просто как раз смешной сайт я конечно же этот сайт и не верю это больше для того что комический это конечно же не пользуюсь этого сайта я не верю потому что и судя по всему безопасности опасности везде россию включишь там у нас тоже опасно предписано крым страшно опасное место там всех убивают нельзя в крыму нельзя там близко на кавказе тогда я этим сайтом конечно не пользуюсь для определения своих маршрутов он просто для прикола как западный путешественник или там бюрократ считает опасной африка вот так вот в кабинете конечно ну и также определяет командировочных посылали туда поэтому что в местах где нарисован там зеленый цветом пошел комодировали журналистов журналистов какие-нибудь там смертных каких-нибудь консультантов из международных а в местах зеленый красным на никого не будут послать потому что его там убьют потом кому страховку платить ну и за мной если вы как-то страхуетесь тоже будет унивательно что страховки тоже наверно не будут действовать местах где плане зеленые дамы а привыка только желтая лихорадка нужна для всех годов для центральной африки центральной америки туда только одна желтая лихорадка без них не ставят визы во многих страны центральной африки и на границе иногда спрашивают или предел не без сенегальцы спрашивали еще кто-то спрашивал изредка спрашиваю больше никаких прививок для этих стран не нужно вот так что и там тоже не надо ничего вкалывать себя нигерик многоразовые выйти иглы вытащены с соседнего места что там могут социировать как серебство сейчас там как все что муха cc как серебство вы знаем про муха cc не знаю ничего но так понятно основное вред это комары комары которые переносят малярию и лихорадку деньги поэтому все нужно спать под сеточкой или под палаточки в любом случае спишь ли ты в школе в университете в квартире в доме или во дворе всегда нужно спать под палаткой чтобы не садились всякие вредные насекомые основное это малярия основная болезнь в африке поэтому лучше всегда от товаров прятаться с очередь его не кусали и лихорадка деньги это вторая по популярности болезнь и все остальное тоже переносится 7 китыми гадкими комарами поэтому прячемся на ночь от них и все будет проще гораздо меньше будет вероятность этих заболеваний один может быть сильно заразный комар может быть несколько неизвестно да а что за руду везет вот этот поезд 250 вагонов железная везет это как бы сказать в мавритании сырьевая экономика они продобывают руду в глубине мавритании в городе зу ирак и везут ее в порт ну а диму откуда и грузит пароходы отправляют потребителям в европе а потом обратно пользуют пустой железный ну а местным жителям от этого есть прибыли или нет ну как обычно в россии ну не знаю что-то доходит не доходит непонятно наверное как-то немножко что-то доходит по крайней мере мавритания не является самой днищной страной среди этих то есть посмотришь в мали в нигере все хуже по крайней мавритании хотя бы не ставят вокруг тебя голодные вот этими глазами на тебя не зырят что-то там что-нибудь выплюнешь такого не ждут а как эти деньги распределяются как-то доходит немножко на население ну чуть-чуть на остальное бюрократа себе съедает но в целом мавритания и вообще странный имеющий выход к морю они более процветающий чем выход к морю не имеющие потому что в нигере вообще продавать что-то сложно а в мавритании продают эту руду и продает еще рыбу рыбу продает вот пожалуйста кому еще что интересно ну а средний уровень образования там грамотности грамотность 50 процентов примерно 50 процентов то есть примерно половину людей умеют читать но обычно с трудом даже милиционер умеешь паспорт проказать что-то так и вот так потом уже поймет что там где-то написано 50 процентов людей грамотных примерно но сообразительных меньше то есть половина людей грамотных то есть они как-то сдавали когда-то тестом что я какая буква а какая буква б но так чтобы именно сообразительных их меньше трети наверное обычно если много людей обращаемся к тем-то в очках вот здесь вот деревня собирается много народа и вообще не по они не знают что с тобой делать и вот если это в очках есть от местной интеллигенции ты к нему спрашиваешь очки имеется долго читал глаза сломал за что он типа самый умный к нему обращаешься а так и специально даже это создал рейтинг какие самые сообразительных и самые бестолковые а 4 примеры самый сообразительности вот городе самый умный самый умный конечно будет какой-то экспорт какой-то живущий там долго какой нибудь азиат русский европеец живущий там потом значит на следующем уже этапе сообразительности уже будет какой-нибудь и чел который жил когда ты в других странах или учился где-то рекой там например Например, начальник больницы учился где-нибудь там в России или в другой стране, какой-нибудь такой шеф-доктор, например. Потом следующий уже будет бизнесмен, какой-нибудь бизнесмен, который не продает картошку просроченную, а который продает какие-то такие ценные товары. Бизнесмен, который организует какой-то свой бизнес. Потом уже будет учитель школьный, но не директор школы. Директор школы хуже обычно, чем учитель. Учитель, как бы, реальные проблемы решает жизненные, а директор только бюрократические. Учитель школьный, если в очках такой толковый Потом уже следующим этапом проповедник Священник, проповедник Потом уже директор школы Потом уже следующий полковник Потом уже местный, потом милиционер Уже самая низшая часть милиционера И самый низший это сторож Но милиционер, как правило, он один из недогательных Солдат, милиционер, самый недогательный Человек, который вообще Или какой-то там продавец какой-нибудь ерунды Может быть совсем недогательный А самый загадливый обычно, да, человек, который жил в другой стране и знает, что вообще существуют иностранцы, существует другой мир, или же приехавший из другой страны какой-нибудь проповедник, приехавший какой-нибудь учитель, приехавший врач, какой-нибудь работник гуманитарной организации, бывает толковый иногда. Но не посольщики, посольщики чуть хуже, то есть посольщики за забором сидят наши и всего боятся, то есть если посольщика спросить, что можно делать, скажут, ничего, только охрану не мать, за 100 баксов на самолете летаете и скорее из страны убегаете, вот так вот. Так что есть, да, уровень примерно сообразительности, у меня в книжке там и в блоге я подробно писал более подробно уровни догадливости, вот так вот. Вот, но если в очках, то уже на один уровень выше, то есть если, например, просто милиционер, но если милиционер в очках, то уже есть какое-то доверие, что милиционер был встречается иногда и умный. Вот был случай тоже смешной, вот показать пример догадливости местной, вот это Нигер, столица, город Ниамей. Я пришел на автовокзал, чтобы узнать, какие ходят автобусы, и чтобы не переписывать расписание, решил сфотографировать расписание. И даже она пробовала, даже переписать, нет, пробовал переписать, выбежал мужик из кассы, кассе, начал меня орать. Я пока он орет, думаю, сфотографирую, 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 пока еще больше орет, он вытащил, там спал в кассе, подушку начинает затыкать, расписание подушкой закрывать. Я фотографирую сквозь подушку, тут вообще он не выдержал, конечно, кошмар, страшно, я сфотографировал расписание с подушкой. Я пошел с автовокзала, он за мной бежит и орет, какой-то, как бешеный. Я поскорее иду, он за мной идет и орет, но я перешел дорогу, думаю, застоплю такси и уеду от этого идиота, застопил такси, сажусь, он меня из такси уволакивает и кричит, комиссариат, комиссариат, милицию, ну ладно, придурок, ладно, пойду с ним, посмотрим, что будет, я, конечно, могу его морду набить, но тогда точно будет ясно, что я есть самый вредный человек в этом деле, посмотрим, что будет, он меня хватает за все мои выступающие органы и тащит меня в милицию, мы приходим в милицию, он орет у меня совсем, этот гнусный человек, например, так, на каком-то языке, он сфотографировал в авторокзале расписание, срочно его арестуйте, а там есть уже очередь к умному милиционеру, милиционер такой решающих проблем и секретарь, уже очередь, несколько человек, мы даже сидим ждем, за столом с ним милиционер, умный в очках как раз, и у него, так что, ящик, деньги кладет туда, ящик стал, к нему приходят люди с своими жалобами, что-то жалуются ему, он забирает деньги, а второй секретарь записывает какие-то протоколы, очень толстую тетрадь, ну, прошло наша очередь, значит, это, на меня, говорят, вот, там он, гад, сфотографировал расписание, причем он бросил этот кассир, бросил свое рабочее место, бросил свой автовокзал, был единственным кассиром, все бросил, чтобы меня преследовать, кредит полный, значит, на меня нажалился, ну, такая странная очкастная, знал англейский язык, он, видимо, главный решающий всех вопросов был, он, значит, наш английский язык знал, и в итоге, о чем делать, ну, вот, я пошел, расписание стал переписывать, он выбежал, кричит на меня, Я думаю, надо скорее его сфотографировать, сфотографировал, давайте я удалю, если вам не нравится, удалил, ну, в общем, меня отпустили, а это его оставили в милиции, не знаю, наверное, ему придется расплачиваться за ложный вызов милиции, этого кассира, но это пример такого вот идиота, вот полный идиот, да, вот сфотографировал расписание, погнал за мной, полчаса времени потратил в милицию, у меня поволок, кретин. И вот таких вот дураков довольно много в Африке, каких-то вот дураков, которые, вот пример, в чате, ну, там тоже фотографирование болезненное, я был с двумя очень хорошими чатцами, которые меня возили на машине, прям такие самые очень крутые, в таком джипе, все, мы пошли, и они боялись, что у меня что-то будет, поэтому меня ни на шап не отходили, боялись, что у меня какой-нибудь мент заберет, они знали, что бывает. И мы пришли в главную мечеть, и мы ее сфотографировали снаружи, эту мечеть, снаружи, ни один человек в кадр не попал, но какой-то охранник увидел, ой, он сфотографировал мечеть, полиция, на помощь, спасайтесь, и начинает хватать еще, это значит, какой-то доброход, за ним выскочил охранник, и меня хватают, и этих тоже, это какие-то цивилы такие, вроде бы, ну, тоже тащат всех куда-то, тащат главного имама этой мечети, чтобы со мной разобраться. Вот злодей, сфотографировал мечеть, значит, имам нам целую выводочку сделал, какие мы все плохие, как мы совершили, вообще, такое величайшее зло сделали, длинную выводочку, ну, я все объясняю, что я хороший, что я вообще, даже справку показал, что я хорош на арабском языке, что я прямо такое сделаю, чтобы узнать, как лучше помочь мусульманам всех стран, и так далее, что я только изучаю положение, тягостное положение чадских мусульман, чтобы помочь им помочь, все так, и потом все, без него прям пара идет, из этого имама, и эти тоже все объясняют, цивильные люди, которые такие, с машиной такие, речатся, совсем не самого простого класса, ну, потом, значит, из него весь пар вышел из имам, ну, ладно, ладно, я вас прощаю, и идите, фотографируйте, разрешаю. А сначала мы удалили эти фотографии, сначала мы удалить, потом, значит, когда мы удалили фотографию, есть пара с нее, вышел через полчаса, а все, теперь разрешаю, идите фотографировать, что он еще раз фотографировал. Ну, придурок точно. И вот таких вот придурков в Африке очень много, и они попадаются гораздо чаще, чем люди сообразить. И вот такие, как Муктар, например, бизнесмен, очень любый, тоже попался. Но это интересно, что вообще все разбирается, во всем соображает, как он сделал интервью, сделал книжки одно, другое, третье, видео с ним сделал. Замечательный мужик. Говорит, у нас в Африке очень много возможностей для бизнеса, вообще всюду только придумай, только прям сколько возможностей. У нас в Европе все уже напридумывали, а у нас еще все, все очень можно придумать, у нас классно. Говорит, это Африка, вам кажется, что континент уже все в прошлом остался. А Африка, вы думаете, Африка кончилась? Нет, Африка только начинается, все у нас еще будет самое классное. Так что бывают и толковые люди, а есть и бестолковые. И вот эти бестолковые, конечно, они могут даже бесить иногда. Вот эти пограничники, которые там 9 часов держатся на границе, непонятно чего, и не объясняют, что такое приходить, не проходить, вообще непонятно. И так далее. Вот такие вот смешные. Или вот эти, которые меня ловят на мотоцикл. Вот террорист загружает на мотоцикл, рюкзак грузят, и поехали в милицию сдаваться. Вот так. Так что в Африке оно все по-разному. Есть люди толковые, есть бестолковые. Давайте еще пару вопросов, скоро перейдем в тусовочный режим. Давайте, кому еще что интересно. Напоминаю, у нас скоро будет лесной слет. Кстати, у нас скоро, буквально выходные с 30 октября по 1 ноября, будет трезвый лесной холодный слет. В группе Академии вольных путешествий, у меня на встречке, все подробности. Это у нас в Подмосковье. Приезжайте в нас в слет, там будет много разных людей, путешественников. В том числе приедет мужик Александр Калашников. Этот мужик, или Алексей Калашников, он 18 марта въехал в Нигер, и его заперло там на весь коронавирус, на полгода заперло его в Нигере. Вот недавно он оттуда извлекся из Нигера. И вот он расскажет, он был в 171 стране. Калашников, очень крутой мужик, 171 страну посетил. И хотел еще больше, но из-за того, что начался коронавирус, он в Нигере был замурован. Интересно, что у Калашникова смешнейшая профессия, он астролог.